Илья Шевелёв, МРСК, Борис Бокарев, Росатом, Александр Виллисов, КЭС Холдинг. Итак, Илья Владимирович Шевелёв. Сейчас мы договорились вчера, что мы попробуем этот жанр впервые, попробуем с какого-то своего понимания, сообщения, что происходит в энергетике по теме дня, с тем, чтобы мы могли, может быть, как-то использовать это в работе. Пользуясь случаем, задавайте вопросы, давайте попробуем взять максимум из этой встречи, с тем, чтобы как-то самим, опираясь на то, что сегодня будет обсуждаться, использовать это по максимуму и продвинуться по целям своих групп. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Меня зовут Шевелёв Илья, я работаю начальником департамента экономики и тарифов в компании МРСК «Урала». У меня есть там длинная презентация, но я постараюсь ее очень быстро рассказать. На сегодня МРСК «Урала» – это один из крупнейших операторов электрической сети. У нас три филиала «Свердлов Энерго», «Перем Энерго», «Чляб Энерго». Мы занимаемся передачей, распределением электрической энергии по сети ниже 110 кВт. Что бы хотелось вам рассказать? Я хочу сегодня рассказать из двух частей, что ли, построить свой рассказ. Первое, я пытаюсь характеризовать то, что у нас происходит сейчас с нашей компанией, и в целом, как мы себе видим энергетическую картину. А вторую часть я немножко хочу рассказать про то, что волей и судеб я оказался на сажировке в Германии, и некоторые вопросы хотел бы вам тоже доложить, которые, мне кажется, были бы интересны как раз в тему сегодняшней игры. Ну, что хочется сказать про сегодняшнюю ситуацию в энергетике. Надо сказать, что она, я бы сказал, достаточно новая, хотя, в общем-то, эти предпосылки уже давно идут, и нельзя сказать, что с этого года все поменялось неожиданно. На самом деле, изменения идут уже постепенно и, так сказать, логически вырастают одно из другого. Сейчас я вам на слайдах продемонстрирую некоторые вопросы, но, в частности, пока загружается, могу такой анонс сделать, что, например, есть такой тезис, вернее, можно сказать, что факт, что наши тарифы на сегодня энергетические уже приблизились к мировому уровню. Кто это не знает, я об этом торжественно сообщаю. Значит, тут дальше, пожалуйста, следующий слайд покажите. Вот смотрите, вот график «Мировые цены электроэнергии» в 2011 году. Здесь представлены два столбика населения и промышленность. И видно, что вот синий столбик – это население, промышленность – это красный столбик. И вот по красному столбику смотреть, то Свердловская область, значит, и, в частности, Россия, имеют там 2 рубля, по сути дела, за киловатт-час в пересчете, значит, тут, ну, как бы это все пересчитано. И видно, что, например, у нас сегодня тарифы для промышленности уже выше, чем в Соединенных Штатах Америки. Для населения значительно меньше. Вот это первая, как бы, очень важная тенденция, которую надо понимать. То есть, на сегодня производить в Свердловской области немножко дороже, чем в Америке. Значит, дальше, пожалуйста. Это мой любимый график, поэтому я не могу никак от него избавиться. Так, дальше идем. Значит, дальше вот некоторая такая карта. Значит, тариф на электроэнергию промышленности больше, чем в США. Значит, можно дальше сразу листать. Металлы на мировой бирже нерентабельные становятся. Следовательно, государство начинает сдерживать тарифы. Значит, крупные производства начинают сокращать реально производство. Значит, заводы строят свою генерацию. В частности, Лукоил уже строит свой генератор в Перми. Тарифы для населения сдерживаются искусственно за счет промышленности. Естественно, тариф для промышленности дальше растет. Ну, исходя из этого, значит, у нас, да, там, наше производство или передача электроэнергии существенно не снижается, потому что мы не понимаем, как его снизить. Потери у нас высокие. Вот эти факторы приводят к тому, что, ну, с точки зрения нашей компании, у нас прибыль, естественно, снижается. Дальше, пожалуйста. Значит, решение в области тарифов. Ну, первое, значит, решение 2014 года какое-то, нулевой рост тарифов. То есть, было объявлено, и это закреплено законодательными документами, что тариф на электроэнергию не должен расти. Это первое. Второе, значит, уход потребителей в последние мили. Ну, кто не понимает, значит, этот смысл в том, что крупные потребители, которые присоединены к сетям МРСК, как бы, да, они, значит, несут на себя большую долю перекрестного субсидирования. И вот был долгий-долгий скандал насчет того, что они говорили, почему это мы несем эту долю перекрестки. В конце концов, этот скандал кончился тем, что сказали, что хорошо, вы больше не будете ее нести. Но, соответственно, эту долю перекрестки все равно платить кому-то надо. Так вот, они платить не будут, но на остальных этот груз будет переложен. И специальное решение по этому вопросу для компенсации вот этого роста при общем нулевом росте в Свердловской области обсуждается 34% повышение тарифов, в Пермском крае 4%, в Челябинской области 7%. Это зависит от доли, в Челябинской области самая большая доля этого перекрестного субсидирования. Дальше. Введение социальной нормы. Что это такое? Значит, это говорится о том, что население, как я уже подчеркивал, платит нас необоснованно мало. Оно, значит, должно платить в разы больше. Если сейчас 2 рубля, то должны платить по 10 рублей примерно. Значит, со середины этого года будет решение следующее. Дальше. Будет объявлена некая социальная норма по регионам, это будет составлять 50-100 киловатт-часов, которые будут оплачиваться по тарифу 2 рубля. Все, что свыше, будет оплачиваться на 30% дороже. Это вот такой постепенный ход. Это будет сделано. Второе, значит, ну или пятое там у меня, это бенчмакинг сетевых организаций. Что это такое? То есть у нас масса сетевых организаций, которые, значит, ну передают электроэнергию. Если раньше мы считали, или РЭК регулировал их по экономически обоснованному тарифу, то есть можно было прийти в РЭК, что-то там доказать, обосновать. Сейчас, значит, не так. Сейчас сказали, что есть, значит, общие средние показатели, которые должны все придерживаться. Все приравниваются к единому, как сказать, идеальной сети, и постепенно все должны к ней прийти с определенным периодом времени. Второе, то же самое, бенчмаркинг потерь. То есть, говорится, что объявлено о том, что есть, значит, потери на уровень напряжения низком, высоком, среднем, как бы, да, и, значит, говорится о том, что в России в среднем показатели вот такие, и все должны к этому приходить. То есть это вот, как сказать, несколько таких, так сказать, решений в области тариф, которые сейчас ожидают в ближайшем время, в 2014 году. Дальше, пожалуйста. Выбор направления деятельности. Ну, первое, естественно, мы думаем о том, как ликвидировать перекрестку увеличить тарифы населения, но, естественно, здесь у нас упирается в то, что политика, и решение будет небыстрое. Вторая тема – дифференцировать услуги, дифференцировать свои услуги, то есть выработать какие-то новые услуги, но это, как говорится, тема будущего. Взыскание долгов – это то, что мы работаем в судах, у нас большие долги, мы собираемся их взыскивать, но там тоже все непросто, потому что противники у нас очень серьезные. Это компания «Русал» и так далее по списку, которые тоже достаточно серьезно этим занимаются. Но следующее направление грустное – это сокращение персонала, инвестиций. Вроде бы оно как бы хорошее, хорошо звучит, сократить персонал, но всегда это снижение надежности, безграмотного реинжиниринга, надо понимать, что на это тоже требуется время. Ну и снижение потерь – это вот наша сейчас последняя тема, если мы хотим делать энергосервисные контракты по снижению потерь. Так, вот это мы сейчас обсуждаем в компании. Дальше, значит, пожалуйста. Вот вторая часть, я хочу несколько слайдов показать по возобновляемым источникам энергии в Германии. Так, будем листать быстро, я буду как бы говорить. Так, дальше, 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 еще раз дальше. Вот, вот здесь становимся, смотрите, вот, что сейчас делается. Вот, допустим, компания такая же сетевая, как мы, называется Гамбург Штромнетс. Это компания Ватенфаль, дочерние, значит, они занимаются чем? Вот у них представлен такой, например, умный счетчик. В чем он состоит? В том, что они говорят, что в доме, значит, стоят счетчики потребления газа, воды, электроэнергии. Все это выводится на iPad, iPhone. Очень красиво видим, можно посмотреть, где сколько потребляется. По дням недели, он там по-немецки написан, как бы, да, что тут все зелененькое, потому что на самом деле потребление немножко ниже, чем в прошлый день. Если выше, то тебе приходит смс, и ты начинаешь думать, что ли я там правильно выключил. Начинаешь думать о своем электропотреблении. Это такой ненавязчивый, как бы, ход. Дальше. Следующая тема такая вот, например, управление умным домом. То есть компания EVE, значит, немецкая, которая, значит, там со своими проблемами живет, вот они, значит, поняли, что у них, значит, на самом деле, они, значит, занимаются передачей электроэнергии, но говорят, это один из главных видов деятельности, один из. На самом деле они говорят, что мы можем заниматься сейчас развитием, то есть мы должны разрабатывать новые виды деятельности. Это первый столбик, это энергия, энергия. Второе, зихерхайт, это безопасность. Третье, гизонхайт, это здоровье. Четвертое, значит, телекоммуникации. Но у них это, унтерхалтинг, это, как бы, коммуникации и телекоммуникации. То есть надо вот развивать эту тему. И в конце концов они говорят, что надо подходить к теме комфорта, в принципе. Это вот стратегия. Ну и слоган у них, или слоган, там лозунг, вот это вот структуры, которые занимаются, они говорят, что, значит, нужны новые услуги с опорой на базовые ценности энергетики, безопасность, здравоохранение, телекоммуникации и комфорт. Это энергетическая компания говорит. Значит, говорят о том, что домохозяйство надо превращать в умный дом. И новые услуги, приложения будут с добавленной стоимостью, и это будет подстребовано жителями. Пожалуйста, дальше. Ну вот, например, у них такое есть, как бы, я назвал так условно, пакет климат-контроль для дома. То есть они говорят, что вот если посмотреть, например, на салон BMW, например, сегодняшнего дня, значит, там все есть. Там есть климат-контроль, естественно, обогрев сидений, салонный замок, электрические стеклоподъемники. Если мы посмотрим на немецкие, подчеркивают, регуляторы температуры, которых у нас еще пока нет, они говорят, что это было известно еще 40 лет назад. И это вот они ввели в рамочку, как бы, да, и сказали, что это раритет уже, как бы, да, и почему мы это не делаем в доме. Хотя машину мы уже такую не купим, как бы, да, а в домах мы в этих живем. Это немцы говорят. Это не я говорю. Значит, дальше. Дальше, пожалуйста. Так, назад. Вот они предлагают простой такой пакетик. Можно, значит, в магазине купить за 199 евро вот эту коробочку. Значит, когда ее распакуешь, поставишь несколько счетчиков, скачаешь из интернета бесплатную программку, ты можешь с iPad, с iPhone, очень красиво, и нажимая кнопочки регулировать свою температуру в батареях. Вроде бы идея очень простая, но это я называю, ну, как климат-контроль для дома. Простое решение, да. Дальше, пожалуйста. Ну, естественно, у них уже наполнены магазины энергетическими хостоварами. У нас в части тоже появляются солнечные фонарики, бонтанчики для батареи, для бассейна и так далее. Автоматические регуляторы для контроля. Вот, BIS, ЦУМ, 30, ну, в общем, 30% экономии для вашего комфорта, написано в слоган. Дальше. Возобновляемые источники энергии. Есть законы возобновляемых источников энергии, вот его развитие по годам в Германии, как он принимался. Значит, у них нарастала эта тема, и, соответственно, в связи с этим возрастала доля. Вот эта зелененькая, это у них, по-моему, ветер, в смысле, синяя, это ветер, совсем нижняя, это генерация, гидрогенерация, потом зеленая, это био, и желтенькое солнце. Пожалуйста, дальше. Солнечные модули. Поехали дальше. Значит, солнечная электростанция в Тремплине. Тремплина, понимание, это под Берлином, Берлин, это примерно наше Подмосковье. Так, по широтам. Значит, дальше. Взяли, значит, что они сделали? Они взяли, значит, огромное, значит, поле было, бывший советский аэропорт, они построили на них солнечные модули. Соорудили их быстро, потому что делаются они, на самом деле, быстро, там ничего сложного-то нету. Заставили все полимодулями, значит, 128 мегавольт-ампер, это у них установленная мощность. Но выработка, в тот день, когда мы были, там была ужасная погода, то есть было очень, значит, сыро и холодно, как бы, да, но тем не менее, говорят, ну, где-то 5-6 мегаватт мы даем в этот день. 5-6. 5-6. Дальше. Ну, все там красиво, естественно, все зелененькое, такая красивенькая, вот, да, завод производства солнечных модулей, на них можно ногами стоять, то есть там вот это все, как бы, у них воспроизводится. А, ну, вот пример, например, да, интересная идея. Вот возьмем, они показывали, значит, модули, которые можно встраивать в стекла строящихся зданий. Вот я примерно расчет произвел, насколько мне позволило, так. Значит, вот бизнес-центр Высоцкий, да, значит, например, так. Значит, площадь окон, например, 25 тысяч квадратных метров, значит, это 33 штуки этих солнечных модулей, значит, это примерно 5 мегаватт установленной мощности. Ну, естественно, они работать не будут, но в солнечный день это 2-3 мегаватта, как бы, да, а это, ну, в пересчете на это, это 400-600 кондиционеров, которые просто будут работать, которым не нужно будет в этой сети подпитываться. Дальше, пожалуйста. Геотермальная энергия, значит, на каждые 100 метров глубины 3 градуса, да? Кто не знает, то есть чем, то есть на самом деле, если прокопать скважину 2000, сколько-то метров, то можно получать кипяток из земли. Ну, на самом деле, это, конечно, так, но тепловые насосы вполне в наших широтах могут использоваться. Это скважина порядка 70 метров, это будет достаточно для некоторого обеспечения дома. Дальше, дальше, дальше. Так, ну, свободная продажа в ЕАЭ, то есть можно на выставке прийти простому, значит, фермеру, ничего не понимающего ни в чем, и купить некоторые детали, например, солнечный модуль, 250 ватт, стоит 550 евро. Пожалуйста, приходи, покупай, там, ну, что, он с вилкой, можно его покупать. Я говорю, это что, все? Он говорит, да, втыкаешь и работает. Значит, не надо заморачиваться. Дальше, значит, как бы солнечный коллектор, либо ойлер, 4 тысячи евро стоит, вот такая ерунда, как бы, да, ставится на улице и воспроизводит тебе тепло. Я говорю, а ничего, что мы живем на Урале? Он говорит, ничего, мы в Норвегии продавали, он покупает. Значит, тепловой насос. Ну, тепловой насос, я уже говорил, что это такое. Значит, 12 тысяч евро, 4 тысячи без бурения. Если сам скважину пробурешь, можно, в общем, с этим жить. Аккумуляторная батарея для коттеджа. Стоит безумно дорого, 3,5 киловатта. Стоит, ну, порядка 10 тысяч евро. Ну, это имеет в виду, что ты утром что-то там накопил, вечером использовал, это вот сюда. Но это тоже есть, можно купить. Да. Значит, дальше. Биоэнергия биомассы. Значит, два вида биогаз. Значит, там просто все, силосная башня, по-русски, да, как бы, которая, значит, используется жизнедеятельность животных, плюс кукуруза. Все это перемешивается, постепенно вырабатывается, значит, получается газ, который выходит через трубу, и потом он сжигается, получается там лампочка, тепло и свет. И вторая тема, это пилеты, это, значит, прессованные опилки, как бы, да, из которых получается очень хорошее топливо. Они как бы маленькие, имеется в виду, что можно дозатор загрузить, и у тебя будет котел постоянно работать, не надо там постоянно подтапливать, просто как это вот, такая интересная тема. Так, дальше. Дальше. Станции переработки отходов канализации в одном из городов. Дальше, пожалуйста, вот так она выглядит. Значит, смысл в чем? Утилизируют канализацию обычную, городскую. Плюс, значит, собирают отходы с ресторанов, которые там покупают за какие-то копейки. Все, что мы не доедаем, они туда. Значит, получают электричество, тепло и прибыль. Ну, соответственно, тоже получая биогаз. Значит, я говорю, прибыль, они говорят, безусловно. Значит, следующий. Ну, все автоматизировано, естественно, там все, по последнему слову, это все оборудовано. Значит, вот это, ну, условия труда. Берите внимание, да, на этой станции канализации. Там вот офисы. Вот это вот их главный инженер, который нам все показывал, конференц-зал. Дальше. Биогазовые установки. Значит, здесь мы перемещаемся в деревню немецкую. Значит, дальше, пожалуйста. Вот они так выглядят примерно. А, ну, вот биогазовая установка, получая энергии из растений навоза. Дальше. Надо сказать, что это новый бизнес для немецких фермеров. То есть, все буквально там, это самое, помешались на этом биогазе. Бросили, значит, выращивают кукурузу только, чтобы производить этот биогаз. Вот простые ребята, как бы, да, вот стоят. Значит, они это делают. С удовольствием об этом рассказывают. Это вот собственники. Значит, они там сами, крестьяне скинулись, взяли кредит в банке. Причем, я говорю, где взяли-то? Они говорят, в Бельгии. Я говорю, а не в Бельгии, в Дании. Я говорю, почему в Дании? Они говорят, а в Германии не дали. Я говорю, почему? Потому что у них ничего нету. Им не верят. То есть, они смогли взять, взяли под безумные проценты и все уже купили. Я говорю, вы купили? Я говорю, да. Нет, залоговый. Конечно, да. Но они вообще никто. Чего ты тут? Вот, значит. Дальше. А взяли сколько? Ну, он стоит, но он безумные деньги. Там 2 миллиарда евро. Вообще никто. Да, да. Бельгии дают. Хорошо. Да, но под проценты. Там проценты безумные. Там 14%, если не 4% ипотека. Для Германии это дорого. Да, они взяли по 14%. Вы сами подумайте, в каких кабальных условиях они взяли. Значит, дальше. Автоматизированная полностью биогазовая установка. И там вообще интересная картина. Три собственника и три работника. Это нормально. То есть, сами подумайте. Такая штука. Да. Дальше. Так. Биогазовое оборудование. Можно дальше. Пилеты. Ну, вот пилеты огромный. Завод, значит, производит пилеты. Лес, опилки, неходовая древесина. И получается вот такая печечка красивая. Туда засыпаются опилы. Вот эти вот брикетики такие. И она работает все. Так, дальше. Дальше, дальше. Так. Ну, здесь немножко отступление от темы. Это как бы вот у них озеленение улиц. То есть, очень модно у них сейчас тема там венки. Всякие вот эти вот красивые такие штуки. Зеленые крыши там засаживать. Чтобы все было красиво. Так. Дальше. Дальше. Ветряные турбины. Значит, ветряная установка стоит в поле. А самолет автоматической. Людей нет. Под ней коровы спят. Экология. Это все брехня, как бы, да. Никакой там экологии не это самое. Не вредит она ничего. Дальше пошли. Так. Ветряные. Разбитие ветряных турбин. Значит, ну, на понимание. Современная ветряная турбина до 6 мегаватт. Значит, размах крыльев до 126 метров. Высота 135 метров. А сейчас уже обсуждаются и более большие установки. Дальше. Значит, что такое ветряная турбина 5 мегаватт? Это, по сути, маленький город, как бы, да. То есть, это достаточно на 4800 домохозяйств 19200 жителей. То есть, вверх Тегил можно закрыть одной турбиной. Поставить на горе и все. Дальше. Игресс не надо. Да, это я потом отдельно скажу. Ветряная турбина 6 мегаватт высотой 120 метров. Мы привезли на строящую площадку электростанции. Значит, один стоит КамАЗ там по-нашему, один манипулятор. И, значит, там еще какие-то люди, человек 6. Значит, они говорят, собирают по принципу конструктора лего. То есть, такие маленькие блоки, как бы, да, они привозят, они абсолютно, значит, там отливаются тут же где-то из бетона. Собираются. И вот они собирают раз-раз-раз. Я говорю, сколько собираете? Они говорят, мы соберем из-за 4 дня. Нам, говорит, нужно будет на подключение еще месяц. Ну, это понятно, как бы, да, там все эти вопросы решить. Но, в принципе, сама сборка заставляет вот столько. Дальше. Значит, ну, ветряная установка 3,3 мегаватта, основательно небольшая, высота башни, 80 метров, размах, может, здесь 104. Я под ней стоял, ничего там нету, ни шума. Ну, шум, конечно, есть какой-то, возвращающий лопасти, но еще раз подчеркиваю, никто там не умирает от этого. Дальше. Лопасти. Значит, размах лопасти в разрезе. Вот это колоссальная штука, сделана из карбона. Огромная вот эта шайба, как бы, да, с собой лопасти. Так, дальше. Дальше, 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 да. Бывает трехлопастные, двухлопастные, однолопастные, еще вот такие вот. Дальше. Значит, вот эта лопасть везут, да. Значит, вот она так переводится по дороге. Значит, дальше. Это вот Хусум, центр подготовки специалистов по техслуживанию ветрогенераторов. Там вот стоят вот образцы, учебная башня стоит, где они тренируют этих вот своих обслуживающих персонал. Значит, и там вот эти все вот машины лежат. Ну, машины, конечно, колоссальные. Это огромная, значит, очень сильно развилась эта тема. У них там гидравлика и все остальное. Дальше. Значит, центр подготовки персонала в Хусуме. Вот они, значит, там тренируются и показывают, значит, их учат и так далее. Ну и, значит, дальше, пожалуйста. Про специалистов хочется вот отдельно остановиться. Значит, современное, значит, рабочее место, современная работа, да, для настоящих мужчин, или там, скажем, тогда. Значит, он должен, специалист, обслуживать до 10 мегаватт ветровой мощности. Нужно, первое, не бояться высоты, потому что работа придется до 100 метров, как бы высоты. Это первый там тест, что он-то проверяет. Потом второе, хорошая физическая форма должна быть, потому что там есть тест, как бы должен выточить второго напарника на себе, как бы спустить его вниз. Второе, третье, значит, нужно работать, не бояться работать в тесноте, потому что высота башни бывает до 50 сантиметров. Там все узко и мало очень места. Значит, говорить надо обязательно по-английски, потому что учат интернациональных специалистов. Так, водить машину, это естественно, потому что они на месте не стоят, там они разбросаны. Значит, уметь, значит, там такой тест есть на покидание вертолета, она и в бассейне, они прокидываются по кабину, и нужно вылезти все, потому что обслуживаются те вот офшорные ветропарки, которые собираются, они обслуживают вертолетов, там не полететь, они 20 километров от берега находятся. Значит, ну, естественно, что надо уметь разбираться еще в гидравлике, там, моторах и всем остальном, электричестве, помимо всего этого разного, да. Но, естественно, такой специалист получает порядка 70 евро в час. Ну, это порядка 11 тысяч евро, 11 тысяч евро в месяц, да, 11,7, да. Ну, сами посчитайте, ну, полмиллиона рублей на наши деньги. Ну, неплохие зарплаты, как бы, да, неплохо, ну, то есть, вот, но при этом понятно, что надо соответствовать. Да. Так, ну, здесь по Германии мы закончим. И, значит, хотелось бы подобучить некоторые вещи, которые, мне кажется, я вот хочу зафиксировать. Но первая, значит, тенденция какая, на мой взгляд, у нас и у них одна и та же. Что электропотребление снижается за счет РНГ-эффективности, это везде, что у нас, что хоть где, это будет так. Второе, снижение потребления централизованной сети, распределенная энергетика. Это, значит, Германия уже особенно явно, и у нас это тоже есть, потому что у нас тоже строят генераторы, собственные станции строят собственные генераторы. У нас уже есть заявки на тех присоединения, серьезные заявки. Новые сектора в экономике будут созданы, и они будут основаны на рациональном использовании. Это многосервисные контракты, это компании, которые скажут, что мы, значит, нашли способ, как ваши потери превратить в деньги, и вам же их вернуть и сами на этом заработать. Это огромные деньги, огромный рынок, который пока, значит, у нас в России не охватен. Ну и вот то, что мы говорили, не экономические ценности. То есть, когда, допустим, мы спрашивали немцев, а сколько это стоит, покажите нам экономическую окупаемость, они говорят, конечно, мы вам покажем, но вы понимаете, не все измеряется в деньгах. Тут другие ценности есть, да, нам гораздо важнее решить вот эту проблему, а уже потом решить другую. Значит, ну, доступность инфраструктуры, то есть, говорится о том, что надо, значит, мало того, чтобы ты, во-первых, должен получить доступ к сети, да, где, что, значит, должно быть доступно тех присоединение, должен быстро подключиться, тебя должны удобно обслужить, как бы, да, вот это надо решить в рост, это будет сигнал для бизнеса развития. Экология, значит, ну, экология, несмотря на то, что у нас всего много, но, тем не менее, это уже важная, важная часть, значит, культуры. Ну и курс на базовые ценности, то есть, о том, что потребитель не просто хочет получать сегодня, значит, электричество и тепло в каком-то свойстве, да, а он хочет получать, грубо говоря, комфорт, ему нужно другое, другое свойство ценности. И на это надо ориентироваться, как нашей компании, так и уже начали ориентироваться, немецкие. Ну вот у меня на этом краткий, пожалуй, доклад закончен. Насколько я... 25-минутный. Да. Спасибо большое, Илья, очень интересное сообщение. Ну, ты всколыхнул, да, давайте поаплодируем. На самом деле, очень интересно, даже два сообщения. У меня есть три вопроса, которые не могу не задать. Первое. Тарифы для потребителей у нас приблизились к мировым. Почему? Почему они были низкие и стали... Вот там график потрясающий был. Почему они выросли? Есть версия? Есть. Есть понимание и знания точные. Почему? Да. Значит, на самом деле, я считаю, что наши удельные расходы на обслуживание электрообороны, естественно, дешевле, как бы, да, чем в Германии, да? Чем более, почему? Есть два фактора. Первое. Вот у нас МРСК Урала, это три области. Свердловская область, Челябинская область, Пермский край, да? Это один в один территории Германии. Значит, но у нас на этой территории живет 11 миллионов человек, а в Германии 87. Естественно, плотность нагрузки совершенно разная, как бы, да? Это первый фактор. Чем больше полезен область, тем ниже тарифы, да? То есть, объективный фактор географии. Да, да, нет, не география. Протяженность сетей, я имею в виду. Протяженность сетей и заселение, плотность. Ну, это то же самое. Плотность заселения и бизнеса активности. Протяженность на душу населения. Да, да. Второй фактор – это перекресток субсидирования. В Германии нет перекрестка субсидирования. Там они говорят, они вообще не понимают, говорят, а зачем, значит, населению платить меньше, чем оно должно платить. Значит, у нас это есть. У них другое, говорят, вот у нас должно, значит, перекрестка должна быть, но она должна быть для того, чтобы ставить ветряные колеса, например, или там сейчас они обсуждают на 10% увеличить тарифы для того, чтобы осваивать офшор. Итак, география – это фактор роста тарифов. Но при этом с географией за эти годы ничего не изменилось. Нет, ну там как бы это, я бы сказал, уровень развития производства, чем развитие производства. Нет, рост тарифов в России, география. Что случилось с географией за последние 10 лет? А вы говорите про рост? Да. Про него? Я не знаю ответа. Я на самом деле хочу понять, вот почему было так, стало так. Нет, я бы сказал так, что просто рост тарифов более, как сказать, емкий и более рельефный, чем в Германии, например. Там тоже рост тарифов был, но там я еще раз повторяю, что если у нас нагрузка больше, как бы, да, это скрадывается. Например, условно говоря, мы сравнивали свои удельные затраты с Тюменью, например, да. У нас, допустим, там 20 тысяч на одну условную дницу, у них 70, но у них тариф меньше, чем у нас, потому что у них нагрузка больше. Также в Германии, то есть там за счет того, что у них рост постоянно происходит, но за счет того, что потребление больше, оно скрадывается. А здесь просто отчетливо видно, чем меньше потребление, тем больше это. Вот вопрос, я дело в том, что заинтригован вообще этим вопросом где-то, потому что мне непонятно, они растут правильно, растут неправильно, вообще не должны расти, вот с завтрашнего дня не будут расти. Я слышал выступление академика Макарова, Александр Александрович, директора Института энергетических исследований Российской академии наук. Давно-давно он говорил, что мы провели обследование всех стран, которые провели рыночные реформы в энергетике. У всех одна и та же картина, все это заканчивается ростом тарифов, одинаково, страны разные. Вроде он указывает на эту связь, география это понятно, география, но у всех разная география. Вот связано ли это каким-то образом, на твой взгляд? Ну, вообще у меня на самом деле ответ такой, что там, где отсутствует конкуренция, цены будут расти, как бы, да, конкуренция возникает, начинают цены падать. Так мы же конкуренцию ввели? Не, ну я понимаю, ну как... Не было конкуренции, были низкие цены, наоборот же. Нет, Алексей Евгеньевич, надо понять, что нельзя ввести что-то или не ввести, как бы, она должна либо возникнуть, либо не возникнуть, как бы, да, то, что мы ввели там что-то, да, вот сейчас реально возникает конкуренция, конкуренция между сетями возникает. А конкуренции между сетями, конечно, нет, пока. Нет, есть, потому что территорию же мы конкурируем, То есть есть на территории Свердловской области порядка ста сетевых организаций, которые конкурируют за участки сети. То есть они могут их арендовать, передавать друг другу. А это можно назвать конкуренцией, да? Да, конечно, это прямая конкуренция. Ладно. Второй вопрос. Долги. Долги. Да, там звучало долги. У нас есть такая проблема долги. Причины? Причины долгов. Как я уже называл, если, допустим, компания «Русский алюминий» становится неретабельной, она объявляет во всеуслышание, говорит, я закрываю на 10%, ну сокращаю на 10% производства на одном из своих заводов на севере Свердловской области. Для решения этой проблемы начинают собираться рабочие группы и так далее. В конце концов, а суть в чем? Решается это как? Они говорят, давайте, они не будут платить, грубо говоря, за МРСК. Мы, естественно, там в суды. Они говорят, ну это же государственный интерес. Не будут платить МРСК за услуги МРСК? Да, да. Это кто кому говорит? А это официально говорят? Мы не будем платить. Вот договор, мы не будем платить. Ну как бы это один из примеров официальных, а есть масса неофициальных, но они такие же корни имеют. То есть они говорят, у нас нерентабельное производство, то есть они сели посчитали, у них оказалось нерентабельное производство. Они говорят, что можно сделать? А давайте, значит, не будем платить МРСК. Ну придумаем какие-то однодуманные поводы за то, что они им неправильно передают или неправильно оформили наши отношения. То есть это незаконная, но тем не менее, вроде бы принимаемая такая мера компенсации своей неэффективности. Своей неэффективности за счет кого-то. Да. Интересно. Спасибо. Третий вопрос. У них бурный рост, какой-то бурный невероятный рост совершенно другой энергетики, которой у нас вообще нету в рыночной стране. Это что, рыночная тенденция сама по себе или тут без участия государства не обошлось? Прямое государственное вмешательство, я показывал вот эти энергетические законы Германии, они говорят о том, что производитель, кто производит зеленую энергию, у него обязаны купить эту энергию по фиксированной высокой цене. То есть если ты построил ветряную башню, то месяц дается сетевой организации, чтобы построить инфраструктуру. Если не построят ее проблемы, то будут считать все равно, что она как будто бы покупила эту энергию, выработанную там. Если начинается буря, значит они вместо того, чтобы нажать на тормоз и остановить турбину, они дают команду разгружаться угольной генерации, которая там три дня должна заливать свой котел. Как вы понимаете в этом вопросе, значит они вводят, но говорят, что это все равно дешевле, чем остановить турбины, потому что там мы должны будем все равно компенсировать им минимальную выработку. Это вот все законно. То есть государство сознательно все просчитало, создало такие условия, при которых вот эти процессы пошли. И это стало реальностью. Если бы не было государства, этого бы ничего не было. Сам бы рынок туда бы не пошел. Тогда почему государство решило взять такой курс? Ну тут можно только версии воздвигать. Моя версия для того, чтобы избавиться от российского газа, грубо говоря. От зависимости. От зависимости газовой. Нарко зависимости. Да, потому что они сказали, что наша задача в этом, чтобы построить свою. Спасибо. Понятно. Вопросы еще есть? Пожалуйста. Правильно я вас понял, что субъект развития в Германии является государством. Ну да. Мы вскользь оговорили, что у вас сейчас идет проработка энергосервисных контрактов, направленных на борьбу с потерями. Можете хоть как-то поделиться? Ну совсем интересно. Ну если пример привожу. Вот есть деревня, например. Деревня, она абсолютно локальная. Во главе стоит ТП, абсолютно четко мы знаем весь контур. Значит мы понимаем, что туда заходит определенное количество энергии, а когда мы получаем оплату, то мы понимаем, что потери составляют 80%. Я не говорил, что 80. Естественно, что если поставить систему учета автоматическую, то есть поставить счетчики, которые будут передавать данные и так далее, если зафиксировать эти потери и взять, то экономия, то есть эта система окупится за год, за полгода, за 9 месяцев, все окупается. И дальше зарабатывается прибыль с этого дела. Естественно, идея в следующем. Настабиален планируется объявить конкурс, что-то мы подзавязали, но сделаем это. Объявить конкурс на рынке, кто готов на этих условиях работать. То есть мы покажем эту деревню, скажем, вот ставьте приборы учета, как только вы зафиксируете экономию, мы с вами рассчитаемся. Но рассчитаемся не при любой погоде, а только если вы снизите там потери, мы с вами вместе это померяем. И вот суть контракта такая. Илья, спасибо большое. Попробуем делать так, еще мы продолжим дискуссию с другими нашими экспертами, и потом, может быть, в итоге еще вернемся к некому перекрестному подведению итогов. Спасибо. Борис Александрович Бокарев. Спасибо большое. Здравствуйте всем. Прежде хотелось бы отнестись, наверное, к тому, о чем рассказал Илья. И вот тема по сдерживанию цен в электроэнергетике, она действительно стоит остро. Но в целом, вот и, наверное, это перекликается с темой вчера, когда мы говорили, а что такое развитие энергетики. Мне кажется, что вот та повестка, как развивается и куда двигается энергетика, энергетика в России всегда, ну вот за последние, во всяком случае, сто лет определялась государством. И, безусловно, эта политика, это развитие, она определялась теми внешними условиями, в которых мы находились. Как бы был план ГЛРО, был план электрификации страны, значит, и были понятные задачи, да, была задача электрификации хозяйства и промышленности. Значит, параллельно ставилась, тут же ставилась задача энергобезопасности, да, чтобы вся энергетика работала на том оборудовании, которое производится в России. Это тянуло за собой ряд смежных задач. Дальше была борьба за сохранение технологического лидерства, за достижение, может быть, сначала, потом за сохранение. И в этом смысле переход на другой технологический уклад в энергетике своевременной, да, эти задачи ставились, всегда именно ставились государством, и всегда энергетика за этим стремилась. Был период и такого выживания, да, значит, я вспоминаю, значит, в 1995 году, когда я пришел из института работать в Сверловэнерго, вот, Алексей Евгеньевич к тому времени уже, долго работал, значит, а мы были молодыми специалистами, значит, и что я прежде всего должен вспомнить, это задержки с выплатой зарплаты 3 месяца. Это был, да, был такой период, значит, оплата денежными средствами наших услуг, отпускаемой электроэнергии, значит, не превышал 12%, значит, 12-20%, значит, с трудом собирали деньги. Да, был такой период выживания, соответственно, и задачи ставились на выживание, да, потом был какой-то период наведения порядка, да, и потом повестка на самом деле поменялась, да, и, значит, давайте вспомним, что Чубайс именно, значит, благодаря своему, так называемому, кресту Чубайса, именно благодаря тому, что он сказал, главная задача – это борьба с дефицитом электроэнергии, страна развивается, вот смотрите, грандиозные планы, а электроэнергии не хватает, да, и под... Будет не хватать. Будет не хватать, да, будет не хватать. В 2003 году. Ну, да, он говорил это в 2003 году о гипотетическом 2010 году. Нет, там не так, по-моему, он говорил, в 1999 же году начал говорить, что в 2003 году не хватит энергии. Да, и... Напугать напугало. Да, значит, действительно напугал, действительно напугал, и это, действительно, эта повестка стала в государственную повестку, да, что электроэнергетика недофинансируется, не сможет обеспечить рост экономики, значит, а значит, приоритеты развития страны будут поставлены в зависимости от развития энергетики. И были выделены средства, по сути говоря, было сделано все то, чего хотел Чубайс, то есть, вот, как бы, под знаменем, значит, привлечения денег в энергетика была произведена реформа, да, вот, Алексей Евгеньевич вчера акцентировал, значит, что мало что было сделано с точки зрения того, что надо создать конкуренцию, да, много было сделано в логике реформирования, да, реорганизации. Это тоже был период, и, действительно, этот период ставил некоторую другую повестку. Переходим к сегодняшнему дню, что сейчас, да, действительно, произошел, так сказать, откат от тех темпов роста, которые были продиктованы в период до 2008 года, и, безусловно, нет тех задач по росту потребления, которые ставились сейчас, и поэтому, безусловно, логика планов развития энергетики поменялась именно в сторону того, что цены на электроэнергию должны быть ниже, электроэнергия должна быть доступнее, и это сейчас главная тема на повестке дня. Другой повестке никто не предложил, да, и то, что сейчас там выходит и реализуются вот именно меры по снижению цен на электроэнергию, это отвечает тому состоянию общества, государства, экономики, в котором мы находимся. Другой повестке никто не предложил. Нет, от энергетиков тех же самых, нет никаких запросов, да, нет никаких прорывных проектов, которые бы сказали, да, сдерживание цен важно, но вот у энергетиков есть проекты, которые важнее, есть проекты, которые надо финансировать. Таких проектов нет, да, в этой логике правительство поступает абсолютно разумно и логично, говоря о том, что, значит, сейчас период по сдерживанию цен, период, когда надо заниматься, ну вот повестка, да, которую Илья представил, да, она вполне актуальна. Да, вот сейчас период такой, что не надо строить что-то там особенного нового, да, надо сдерживать цены, надо заниматься внутренней эффективностью, надо искать резервы. Вот жили 10 лет, значит, с потерями в деревне 80%, закрутили гайки, вот занялись, наконец-то, сетевики потерями в деревнях, где 80%. Это объективно и логично. В этой логике я возвращаюсь к тому, с чего начал, да, значит, вчера рассказывали о том, что такое развитие, ну вот мне вспоминается фраза о том, как найти инструкцию по эксплуатации к стране. Ответ был такой, как вот кого-то из историков, да, вы почитайте историю страны и поймете, как, что за инструкция по эксплуатации прилагается к этой стране. Так, как с энергетикой, какая была повестка на, у всей страны, такой был и план развития энергетики. Вот, и мы сейчас это видим, мы сейчас это, ну, в общем-то, переживаем, да, и в этих условиях нам надо, там, безусловно, действовать. Много интересного про германский опыт, ну, я бы вот здесь бы чуть расширил рамку, потому что, безусловно, Германия, с одной стороны, это часть Евросоюза, с другой стороны, все-таки, это лидирующая страна Евросоюза. И те планы по, как они говорят, декарбонизации экономики, у них есть план 20-20-20, это план по достижению к 2020 году доли возобновляемой энергетики 20%. Это план, который стоит по всему Евросоюзу, и этот план был, прежде всего, пролоббирован именно Германией. И я бы сказал, именно промышленникам Германии, потому что от роста той энергетики, про которую, значит, говорил я, прежде всего, выиграла промышленность Германии, как лидирующая отрасль в Евросоюзе. Вот это машиностроение, это сложный инжиниринг, это действительно они выиграли. Проиграв в тарифах, наверное, потому что они выросли, они выиграли в заказах? Да, безусловно, можно сказать так, что проиграв в тарифах, они выиграли в заказах, но с той точки зрения, что та добавленная стоимость, которая пришла в Германию благодаря этим заказам, намного выше, чем затраты налогоплательщиков по оплате этой самой зеленой энергетики. И в этой логике, ну вот для меня странным выглядит вопрос, почему в России не развивается зеленая энергетика. Разговор, на самом деле, вот у нас есть такой орган Совет Рынка, значит, на котором, ну вот, мы много дискутируем о том, куда развиваться, значит, и там в этой логике вопрос вообще не стоит. Да, потому что, как только говорится, начинается говориться о том, а не поддержать ли нам какую-то зеленую энергетику, встают потребители и говорят, да вы что. Почему мы должны платить больше? Вот ради чего? Да, во-вторых, это в Германии нет газа, и они, может быть, хотят уйти от российского газа, а у нас есть нефтегаз. Зачем? Почему мы сейчас платим? Мы не боимся зависимости от своего газа. Мы не боимся зависимости от своего газа. Мы не переживаем за экологию. Мы переживаем за то, что у нас завтра перекредитованные заводы, значит, отберут банки за долги, да, а, значит, платили 2 рубля, будем платить 2,50 ради какой-то, значит, экологии, не будем. И это их честная позиция. И, как бы, противопоставить ей, ну, в этом смысле нечего. Да, там, более того, я не говорю о том, как бы, с какими, там, проблемами мы столкнемся, если начнем это поддерживать, да, потому что с трудом набираются сейчас запущенные проекты и поддерживаются, там, микроскопические, я бы сказал, проекты по поддержке возобновляемой энергетики, значит, доля локализации 65% может быть достигнута, ну, скажем так, героическими усилиями. Героическими усилиями. То есть технологий на эту тему у нас нет, да, вот, и привнести их в страну в этом смысле можно, да, но... Можно я здесь вклинюсь, потому что вопрос возник, может быть, как раз ты разовьешь эту мысль. Я, вот, Саша тут приглашал к нам в гости Степана Солженицына, но не получилось пока у нас встретиться с этим экспертом в области энергетики, но я посмотрел интервью одно очень интересное мне показалось, и ролик YouTube, кстати, его можно найти, четырехминутный, по-моему, ролик, Степан Солженицын, всего одно. А вот он, вот про эту тему говорит где-то, он говорит, как, что вот зеленая энергетика, почему ее у нас нету? Если я правильно понял, он говорит, ну, есть страны, которые могут себе это позволить уже. У них решены, вот, ты хорошо вспомнил времена, на самом деле, вроде бы недавно было, когда на зарплату не хватало, когда мы не позволяли себе строить золоотвалы. Как они строят золоотвалы, когда на угле работают станции? Ну, мы не могли себе этого позволить. Так вот сейчас, возможно, вопрос, может быть, мы сегодня еще не можем позволить, а у меня искушение есть, а может быть, все-таки можем. Ведь в 20-х годах, там, в 30-х разрушенная гражданской войной страна себе позволяла заниматься невероятными проектами. Вот это вопрос, на самом деле, для меня неоднозначный, а есть мнение твое, Вилли, правильно я понял, что ты считаешь, что вполне можем уже сегодня позволить себе заниматься зеленой энергетикой. Несмотря на то, что не та ситуация, что в Германии у нас, и металлурги наши страдают от этих тарифов, а если мы позволим зеленую энергетику, они вырастут еще. Политика же, понятно, будет направлена куда. Вот хотелось бы это понять чуть-чуть подробнее. Есть ли у нас шанс сегодня прямо на зеленую энергетику? Хороший вопрос. Во-первых, я немножечко повторю то, что я сказал. Мне кажется, что правильный ответ на этот вопрос, прежде всего, надо получить от потребителей, потому что платить им. Если общество завтра выйдет и скажет, да, мы готовы, мы хотим, мы хотим, чтобы в нашей энергетике 20% было зеленой, и мы готовы платить вместо 2 рублей средняя цена 2,50, конечно, надо. В этом смысле доля 20% будет, наверное, правильная. С точки зрения того, что если потребители скажут, готовы 20% оплатить, да, то это будет правильная задача. И похоже, продолжу еще мысль, похоже, это возможно по той формуле, которую ты только что сказал, как немецкие промышленники, где наши потребители увидят, в чем они выиграют, проиграв в тарифах, и взвесят эти за и против, то в этом случае, когда перевесят их за, найденные за, тогда могут они пойти, может быть, и на рост тарифов. Правильно понимаю? Да, но я бы на что бы обратил внимание, значит, с точки зрения того, что мне так кажется, что этот технологический уровень, да, мы уже проиграли, да, и сейчас мы можем достигнуть этого, там, 20% гипотетического уровня только путем заимствования технологий, которые где-то сделаны, да. Вот мы, вот, я в Росатоме достаточно там подробно занимался вопросом ВИИ. Значит, смотрите, сейчас государство говорит о том, что готово оплатить по специальной цене 1 гигаватт мощностей, да. Значит, при этом нет ни одного промышленника, который говорит, что мы для этого 1 гигаватта мощностей готовы построить производство, значит, с долей локализации 65%. Это очень мало 1 гигаватт. То есть мы в Росатоме посчитали, мы готовы, и у нас есть на это площадки, у нас есть на это силы, значит, выйти на, там, такой уровень локализации. Но нам надо, чтобы заказов было минимум на 3 гигаватта в год, да, а тут 1 гигаватт за 5 лет правительство предлагает оплатить. Опять же, если мы сделаем площадки на 3 гигаватта в год, значит, по сути это будут заимствованные технологии в той перспективе, в которой мы будем, да. И в этом смысле мы… Минимальный смысл сообразный 3 гигаватта масштаб, да? Минимальный. В год. Да. То есть это не тот масштаб, когда стоило бы ввязываться в это дело 1 гигаватт в 3 года. Спасибо. Да, просто 3 гигаватта умножьте на ту единичную мощность, да, вы поймёте, сколько лопастей, сколько, значит, островов надо делать. Значит, вот минимальные площадки, которые надо, значит, для экономически эффективного производства, это вот надо, чтобы были тысячи штук, да, надо, чтобы были тысячи штук, как минимум, да, для того, чтобы это было эффективно и конкурентно по ценам. Я понял, что проект ВВДМЭ имеет шансы в связи своими масштабами. Ну, просто я бы на что обратил внимание, что мне здесь, ну, категорически не нравится, да, потому что мы будем использовать заимствованные технологии. То есть если сейчас, там, мы, Росатом, значит, используем по отношению к странам третьего мира, значит, логику продвижения наших технологий, значит, для тех стран, в которых этих технологий нет, благодаря, опять же, нашему же финансированию, да, мы говорим, это наши технологии, да, мы финансируем строительство, значит, вкладывая в строительство, мы развиваем сопутствующую экономику страны, да, после чего станция или покупается страной, да, то есть, как бы, страна расплачивается за станцию, это по проектам EPC, да, там, где мы строим, например, в Китае, в Индии, значит, или по проектам БИО, когда мы строим и сами эксплуатируем, и тогда мы, как говорится, отбиваем наши деньги путем продажи электроэнергии. И в логике того, что мы развиваем и нашу экономику, да, за счет того, что, когда мы строим станцию, да, у нас, как бы, станция на 100%, практически на 100% состоит из того, что делается нашими же заводами, ну, заводами и предприятиями Росатома, да, мы в этом смысле, строя станцию за рубежом, обеспечиваем загрузку российской промышленности. Безусловно, если мы делаем локализацию, да, то это тоже загружает нашу промышленность, позволяет увеличить, значит, загрузку. В отношении ВИИ мы будем делать ровно наоборот, мы будем покупать чужую технологию для того, чтобы сделать это в России. Надо ли на это тратить силы, вот у нас большой вопрос. Понятно. Ну, тогда мы продолжим в дискуссии. Да. Есть вопрос. Вот наши проекты, в том числе атомные станции, строящиеся за рубежом, где и в силу чего они, их строительство и их появление возможно, это продажи или это выход на Росатома на рынки, и где и почему, или почему невозможно, например, их появление там, где их нет. Или оно возможно везде, потому что все страны открыты, все живут в мировом рынке, где мы захотим, туда и мы пойдем строить свои электростанции. Надо только посчитать, как бы, доходность, например. Ну, да, хорошо. Попробую рассказать. Если что-то не расскажу, напомните. Ну, во-первых, как говорится, что такое атомная энергетика в мире, да, то есть в каком контексте мы действуем. Два факта. Первое, значит, около 7 миллиардов человек живет на Земле, только около 2 миллиардов человек есть доступ к электрической энергии, достаточно. Второй факт. От чего самая большая смертность в мире? От смертельных случаев, связанных с использованием огня, открытого огня при обогреве и готовке пищи. То есть то, что мы называем огневые плиты, это самая большая смертность в мире. То есть там есть рак, есть еще что-то, да, но это вот у 2 миллиардов, да. А у тех, кто живет вот за пределами этих 2 миллиардов, у 5 миллиардов, смертность другая. Потому что в странах, прежде всего, Юго-Восточной Азии, там, перенаселенных, да, вот мы сейчас обсуждаем, например, Бангладеш, значит, страна 140 миллионов человек, насколько больше, чем у нас, да. Значит, площадь меньше Московской области. Значит, да, меньше Московской области. Значит, и мы рассматриваем, прежде всего, продвижение атомных технологий в мире, значит, Юго-Восточная Азия, значит, Африка. Это именно как борьба с энергетической бедностью. Там, где нет газа, нет угля, там, не довезете, как говорится, столько угля, нет местных энергоресурсов, атомная энергия может там помочь и может снизить уровень энергетической бедности. Это то, в чем мы двигаемся. Это раз. Второе. Кто заказывает? Правительство. 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 Почти всегда или вообще всегда правительство заказывает? Ну, смотрите, вот у нас есть сейчас два направления, да, то есть то, что я говорю. ИПС, да, это когда правительство заказывает, мы построили, и дальше идет эксплуатация не нами, да, как, например, в Индии и в Китае. И есть проекты БИО, когда мы сами построили, сами владеем и сами продаем электроэнергию. Это в Турции, да? Это, например, в Турции, да. Это зависит от развитости энергетического рынка, да. То есть если рынок развит, да, действительно мы можем построить и продавать. Например, в Турции развитый рынок, мы можем продавать, мы там будем продавать. Значит, или, например, в Вьетнам, да, там нет рынка электроэнергии, да, нет рыночных отношений. Мы не можем там продавать, там есть свои, как говорится, правила, поэтому мы для них строим станцию, которую они дальше продвигают. Что касается того, в каких странах можем, в каких не можем, ну вот как ни странно, но авария, инцидент на Фукушиме, он усилил наши позиции в мире по двум причинам. Первое. У нас, ну как бы в России не останавливалось развитие энергетики, даже несмотря на чернобыльскую аварию, был небольшой провал, связанный с таким переходным периодом, когда было недофинансирование всей энергетики и атомной энергетики, и мы меньше строили, там было построено три блока за примерно 10 лет, что не является, но не было остановки в развитии атомной энергетики. Чего не сказать, например, об американцах, да, которые не строят у себя, а если ты не строишь у себя, ты не можешь продать на сторону. Значит, плюс к всему, те правила регулирования атомной энергетики, российские правила, они, ну, в некотором роде уникальны по отношению к другим странам, ну вот во многом благодаря чернобыльской аварии. Они более жесткие, они совсем другие по сравнению с другими странами, и вот эта, как говорится, система регулирования и система поддержки государством развития атомной энергетики, она дает нам определенный гандикап по отношению к конкурентам. То есть ни у кого нет такого регулирования, ни у кого нет таких референций для того, чтобы продавать атомные энергоблоки за рубежом. Ну вот с точки зрения регулирования, я обычно привожу такой пример, связанный с тем, вот почему та авария, которая произошла в Японии, например, не могла произойти, ну вот по тем же причинам не могла произойти, например, у нас или в тех странах, которые используют нашу систему. Интересно. Значит, пример такой, если вы купите автомобиль Победа, там 47-48 года выпуска, там не будет ремня безопасности, он не был предусмотрен конструкцией автомобиля. Если вы на нем поедете, вас инспектор, если остановит, вы скажете, а я не могу пристегнуться, его не предусмотрено. И там в правилах действительно написано, пристегиваться обязаны, если это предусмотрено конструкцией транспортного средства. И вы говорите, не предусмотрено, могу ехать дальше. Это действительно так. Другое дело, мы понимаем, что все там поздние автомобили, они все предусмотрены. И ты не получишь, как производитель, значит, право выпустить новый автомобиль без использования ремня безопасности. Понятна система регулирования безопасности дорожного движения. Вот в Японии с атомными станциями точно так же. Они в 70-м году купили проект атомной станции, построили, им дали инструкцию по эксплуатации, и они эксплуатировали в соответствии с инструкцией. И когда к ним пришли, мыслились на него. И когда к ним пришли, говорят, так что мы все по инструкции, и действительно все по инструкции. Российская система регулирования атомной безопасности другая. Если ты сделал станцию, сделал инструкцию, эксплуатируешь, вдруг атомному надзору происходит, а что если две линии безопасности по каким-то внешним причинам выйдут из строя, будут повреждены террористами. Может такое быть? Может. Значит, нужна третья. Они принимают решение, нужна третья. Все, вы как эксплуатировали, вы получаете предписание. И для того, чтобы получить УДЛ, условия действия лицензий, вы должны в течение, например, года достроить эту третью линию безопасности. Как бы сколько вам это стоит, это вот никого не касается. И в этом смысле вот эта вот, как говорится, постоянная борьба, значит, вот это постоянное технологическое усовершенствование, оно, скажем так, держит нас в таком тонусе, который и оценивается в мире. Уж зашла речь, не могу не вспомнить реплику Сергея Евгеньевича Шиклеина, который сравнивал как раз нас с японцами. Он говорил, если бы на Чернобыльской АЭС работали японцы, не было бы аварии, потому что японцу не придет в голову, вопреки инструкции, взять и вывезти защиту из-за чего-то. Но если бы на Фукусиме работали бы русские, не было бы Фукусимы, потому что японцы не способны на нестандартные действия в нестандартной ситуации. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Радун Игорь, вот мне бы хотелось, чтобы вы отнеслись к двум высказываниям абсолютно людей, недалеких от энергетики, то есть имеющих отношение к энергетике. Первый – это Владимир Милов. Недавно выступая на одном из телеканалов, он сообщил такую новость, я не знаю, может подтвердить ее, о том, что Росатом то ли уже строит, то ли планирует строительство атомного блока станции в Болгарии. Вроде бы как он об этом сообщил. И одновременно Газпром, Росатом, строит станцию в Болгарии, и Газпром строит Южный поток через Болгарию, в том числе для того, чтобы запитывать ее газом. И тут как бы несуразность и согласованность государственной позиции. Две госкомпании, с одной стороны, атомная станция, с другой газ, который будет потом не востребован в случае впусково в осколитацию станции. Труба будет незагруженная, неокупаема, и вот такая вот несуразность позиции. Это вот первое, Владимир Милов, бывший замминистра энергетики. И второе, тоже бывший замминистра атомной промышленности Бабулат Нигматуллин утверждает, что у нас в европейской части сегодня строится там атомная генерация, новое строительство. И мол, на киловатт один дельные расходы на строительство достаточно высокие, высокие больше, чем при строительстве ПГУ, которые можно, собственно говоря, строить уже в имеющихся станциях, как бы через их модернизацию, как бы не нужно новым строительством заниматься. В этом отношении они более дешевыми, более эффективными. И вот он не поддерживает программу Росэнергоатома по строительству там 10 станций или блоков там по стране в этом отношении. Тоже человек достаточно как бы недалекий от атомной энергетики. Вот Куза являет экспертную позицию. Недалекий от энергетики. Что касается Болгарии, значит, в Болгарии такой длинный кейс, связанный с тем, что они заказали строительство, значит, а потом отказались. И, ну, в этом смысле болгары худшие переговорщики, значит, то есть есть свои особенности с турками, значит, но они вот свое, например, гнут, да, значит, и, в общем-то, стоят на той позиции, значит, с болгарами вы можете на одной неделе про одно, на другой неделе будет совсем про другое. Они заказывают станцию, да, значит, ну, на самом деле не определились, заказывают или нет, значит, если они закажут, мы построим, да, не закажут, не построим. Здесь нет какой-то диспаритета в государственной политике, потому что с точки зрения тех интересов, да, если вы говорите, там будут ли противоречить газовые интересы России и атомные интересы России энергетическому балансу Болгарии. Ну, во-первых, как бы нет такого энергетического баланса Болгарии, потому что это энергетический баланс вот той энергозоны, куда входят и Болгария, и Чехия, и Германия. И в этом смысле, когда мы смотрим на баланс, как бы могла работать станция Беллине в Болгарии, то мы смотрим, прежде всего, эффект выдачи в страны с более высокими ценами, значит, в Чехию и Германию. Благодаря тому, что они поддерживают там зеленую энергетику, цены там выше, продавать туда будет выгодно и эффективно. С точки зрения конфликта газ-атом, там нет такого конфликта, там есть конфликт... А чья станция Болгарии будет, если будет? То есть, по какой версии вы продаете или это будет станция Росатома? Мы продаем. Значит, с точки зрения конфликта интересов, там есть конфликт интересов только Атом против угольной станции американской, да, они там получили контракт, контракт, да, контракт... Гарантированную цену на окупаемость 15 лет угольного энергоблока, который они построили 6 лет назад. Как бы и основным, как говорится, спонсором того, чтобы не строить Беллине, были вот в этом смысле американцы. Это как бы, это правда, да, то есть, если там будет атомная станция, да, то там не все так будет просто с выполнением их контракта. С точки зрения конфликта атомных и газовых интересов, российских интересов в Болгарии тут нет. С точки зрения мнения Нигматулина по поводу того, что много атомных энергоблоков строится в европейской части и дешевле стоит строить ПГУ, ну, смотрите, как бы, во-первых, дешевле надо смотреть на всем жизненном цикле, да, то есть, как бы сравнивать Капекс впрямую, значит, ну, там не совсем корректно, да, там действительно стоимость Капекса новой АЭС, мы целимся в цифру 2600 долларов за киловатт. Значит, безусловно, ПГУ может быть построено в районе 1200 долларов за киловатт установленной мощности, ну, то есть, там больше, чем в два раза дешевле, значит, Но понятно, что разная себестоимость производственной электроэнергии и разные периоды окупаемости. То есть, первое, как говорится, там себестоимость на газе гораздо выше, чем себестоимость использования атомной энергии. Значит, плюс ко всему АЭС будет работать в течение 60 лет, да, и ресурсы на продление эксплуатации понадобятся через 45 лет, да. Значит, когда мы смотрим газовый энергоблок, то примерно 30% оборудования прослужит 7-8 лет, а в течение 15 лет надо будет заменить примерно 70% оборудования, ну, как бы, такой технологический цикл. Вот, и в этой логике, безусловно, если мы сравниваем на следующие 7 лет, да, то приведенная стоимость электроэнергии, ну, то, как мы сравниваем, приведенная стоимость электроэнергии газовых станций сейчас в нынешних ценах на газ ниже европейских в два раза, они более выгодны, значит, по полным приведенным затратам, но при достижении цены газа, значит, до, уже к уровню 150 долларов, да, уже окупаемость проектов и себе полная приведенная стоимость электроэнергии будет сопоставима. С точки зрения, опять же, баланса в европейской части, сколько там надо атомных станций, да, сколько много, сколько мало, ну, безусловно, тут системный оператор должен сказать, сколько надо, потому что, вот, именно с точки зрения, скажем так, конкуренции газа и угля, мы уже, как бы, упираемся в ограничение возможности распределения газа для газовых электростанций, да, то есть, вот, если прошлую зиму мы прошли без максимальных, так и без экстремально низких температур, да, то я напомню, что где-то с 29 января по 2 февраля 2011 года на всей европейской части стояли достаточно мощные морозы, то есть, вот, как бы, не вот так вот у нас бывает, например, на Урале холодно, в Москве тепло, там, или наоборот, да, вот, когда по всей территории страны, значит, стоят морозы, у нас есть ограничение на распределение нужного объема газа для всех электростанций, и вот такие пики мы не можем, как бы, европейская часть страны не может пройти без полной загрузки атомных энергоблоков, это объективно, да, и в этом смысле, как говорится, каждый гигаватт, он на счету, да, вот, вот, буквально в прошлом году, да, значит, и, там, не только, там, Булат Нигматуллин, да, но и многие, там, работники системного оператора и Совета рынка, да, значит, вменяли нам в то, что у нас слишком много атомных энергоблоков, значит, как, не знаю, насколько вы знаете, у нас есть проблема, которая называется деградация графитовой кладки энергоблоков типа РБМК, значит, которая, проблема, не решение проблемы с которой могло вывести, ну, там, в перспективе к более раннему выводу 11 гигаватт атомных энергоблоков, ну, вот, у нас 11 энергоблоков типа РБМК, каждый по 1000 мегаватт, то есть мы, там, планировали, что они проработают 45 лет, значит, а они в итоге могут проработать, ну, как бы, если не решить эту проблему, только 40 лет, да, и у нас есть проблемы на следующий год с Ленинградскими первым-вторым энергоблоком и Курским первым-вторым энергоблоком, и мы предупредили, что мы, может быть, потеряем 4 гигаватта мощности, значит, это произошло летом, значит, и Совет рынка сделал расчет, что вот потеря этих 4 гигаватт приведет к примерно 4,5% росту цен на рынке, что обернется примерно 26 миллиардами дополнительных платежей потребителями, да, и, как бы, это вот именно Ленинградские и Курские энергоблоки именно в европейской части, то есть мы решили эту проблему, то есть энергоблоки будут работать, значит, проблема решена, технология восстановления графитовой кладки найдена, значит, там будет немного понижена мощность, они будут работать не на 100%, а на 80% мощности, но это будет достаточно для того, чтобы пройти зиму. — Может тут, наверное, еще и высказаться в том плане, что скорее в европейской зоне атомные блоки конкурируют не с газовыми станциями, а с угольными, потому что всю энергетику европейской зоны сделать только на одном виде топлива, на газе, наверное, неправильно, даже если было бы возможно, и замещать их, вернее, дополнять их можно либо угольными, скажем, да, либо атомными, чем лучше, можно с этим сравнивать, и возможности транспортировки угля в таких объемах. — Спасибо, Борис Александрович, за интересное сообщение. Александр Игоревич Виллисов. Посматривает на часы. Не пора ли мне уже уезжать? — Еще один недалекий. — Разговор затянулся, но он стоит того. — Может, с вопросов сразу же? — Да, добрый день. — Добрый день. Значит, много всего было наговорено. Я предлагаю вам просто записать и при случае посмотреть, вы, наверное, не успеете это сделать в это время, но можно сделать потом. Значит, 6 ноября этого года были интересные очень парламентские слушания, на которых Алексей Евгеньевич был. — Нет, не доехал. — Были интересные парламентские слушания, где фракция коммунистов, если я не ошибаюсь, инициировала в Государственной Думе такие слушания на тему итогов реформы энергетики. И там где-то 7 или 8 докладчиков статусных от отрасли, они отчитывались и давали некое свое видение, значит, такая рефлексия на уровне Государственной Думы. Я видел в паблике только доклад министра энергетики, но рекомендую вам просто взять его изучить. — Есть у нас стенограмма здесь, Игорь. — Есть стенограмма, и там есть презентация очень интересная. Мне кажется, что она полна интересных опорий и нестыковок, которые могут стать предметом, так сказать, рассмотрения и понимания. Это дает некое представление о том, что же происходит в энергетике, ну, в смысле, что происходит в умах, которые думают об энергетике. — Про Германию у меня сразу, вот я, предыдущий выступающий, мне тоже всегда нравились примеры из Германии. Значит, что меня недавно поразило совершенно, что я вдруг понял, прочитав вторую книжку, которую тоже всем рекомендую, есть такая книжка, значит, которую недавно издала «Роснефть», там со всякой группой компаний, называется «Добыча про нефть». Ну, поскольку, я вижу, тут накивают в зале, значит, такая известная книжка, почитайте, возьмите, почитайте. Значит, известный автор, да, сейчас работает на «Роснефть», она легко читается, там ничего, рассказывается история нефти, ну и вообще история энергетики, в частности, там многие параллели можно провести с тем, что у нас происходит. Ну, вот интересно, что про Германию, там очень большой раздел посвящен Германии. Я для себя понял, что, в общем, от Веймарской республики через историю, значит, с фашизмом до Меркель, значит, немцы вообще делали с точки зрения технологии, энергетики примерно одно и то же. Вот, то есть, вне зависимости от политического режима, шапки, которая была наверху, значит, действия, которые они совершали, были каждый раз осмыслены по месту и, так сказать, отражали их именно лидерскую позицию, уникальную лидерскую позицию в европейском регионе и в евразийском регионе. Значит, вкратце, мне почему-то показалось, что я сейчас начну повторять доклад прошлого года свой, выступление, но, может быть, это и правильно, надо каждый год просто каждый раз повторять доклад и что-то в него добавлять. Значит, краткими тезисами о ситуации энергетики. Итак, значит, потребление у нас, соответственно, выработка, да, восстановилась и составляет в 2013 году примерно столько же, сколько было в 90-е годы, вот, то есть до перестроечные времена, там, плохие времена, значит, точнее, хорошие, которые потом сменились с плохими. Но мы имеем сегодня несколько иную структуру потребления в смысле, в двух смыслах. Первое, то, что, значит, доля непромышленного потребления увеличилась, доля промышленного потребления сократилась, это раз. И, во-вторых, центры потребления тоже довольно сильно сместились, как они переехали в большие города, да, к большим, так сказать, конгломерациям стали ближе. Вот, и некоторые бывшие крупные промышленные центры, ну, потеряли такую ведущую роль, например, далеко ходить не на, в Средовской области это, допустим, город Краснотуринск, у нас заявленная мощность Богословского ременевого завода до недавнего времени еще составляла порядка, там, 300 мегаватт, по-моему, 200, что-то там, 80, что ли. А в хорошие времена, в хорошие времена, когда мы были, вот с Борисом Александровичем еще очень молодые, юные, значит, устанавливали тарифы в свое время для этого узла Серого-Богословского, значит, там Серовский завод потреблял, по-моему, мегаватт, там, 300, да, Борис, и Богословский завод потреблял мегаватт 300, что-то типа 20, значит, это было всего-то 15 лет назад. Ну, да, то есть там довольно большое употребление, значит, в этом году Богословский завод заявляет 70 мегаватт, то есть, существенное снижение. Объясняю разными причинами, ну, неважно, важно, что и так, употребление поменялось, оно изменило свою структуру, у нас население в потреблении мощности, например, составляет сегодня 30% в России, если говорить про население, 30% мощности и, там, порядка 14% по электроэнергии, чего никогда не было, раньше было примерно так, там, в лучшем случае, там, 20, наверное, процентов мощности и процентов, наверное, 11 в самом большом виде это население было. И поменялась структура производства, значит, часть мощностей вышла, тепловых, прежде всего, часть мощностей ввелась, значит, технологически изменилась эта структура, то есть, добавилось много атомщиков, потому что, ну, вот, Росатом, я свое мнение говорю, как, так сказать, конкурирующая организация, что они, в общем, ну, понятную какую-то программу реализуют все последние годы, я ее для себя, так сказать, для себя называю, что эта программа просто доделает все, что не доделали в советское время. Начали, заложили какие-то проекты, ну, в основном, мне представляется, вот, как бы, если глобально в этом говорить, то это примерно так, то они довольно много мощности вводят, вот, есть две проблемы с этим связанные. Первое, что это вводится крупно-едничная мощность, ну, соответственно, в случае потери блока, одно дело потерять блок 25 мегаватт, другое дело потерять блок 1000 мегаватт. Это разные режимные ситуации в системе, вот, и второе, значит, они все-таки очень сильно увеличивают базу и уровень потребления, то есть они базу очень сильно поднимают, соответственно, значит, гибко, как мы знаем, да, атомные станции у нас работают в базе, разгружаться они гибко не могут, значит, соответственно, они требуют, вот эта базовая генерация требует адекватного нахлобучивания сверху маневренной генерации. И дальше у всех остальных возникает проблема, где взять эту маневренную генерацию. Надо строить там, либо регулироваться с помощью тепловой генерации, что довольно-таки сложно, да, либо строить ГТУ, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Это не хорошо, не плохо, просто это происходит, да, вот сегодня такая программа реализуется масштабная, мы имеем другое производство. Дальше что у нас происходит с ПГУ? ПГУ действительно вводится много, ну, относительно много, программа большая российская реализуется, можем посмотреть это там в процентах, в том же докладе министра. Значит, в чем проблема ПГУ? Проблема ПГУ, значит, первая проблема в том, что там нет резервного топлива. Значит, все в ПГУ, которые введены, они все без резервного топлива. Значит, понятно, в условиях зимы России это, в общем, довольно интересная история. Вторая проблема ПГУ, это проблема ПГУ, если у вас газовая турбина встала, то, соответственно, у вас встал хвост паровой. Паровой хвост встал, вы перестали снабжать население теплом. Тоже вторая интересная проблема. Значит, быстро выйти из режима вы не можете, то есть вы начинаете быстро выходить, там такие перепады давления возникают на входе в паровую часть, что начинаются проблемы в тепловой сети. Значит, это уже по практике тех ПГУ, которые построены. Следующее, значит, вся элементная база, вся система управления, все IT, все у вас не местное. Соответственно, значит, что там написано на каком языке, какие там алгоритмы, чем это защищено все, и завтра это не грохнется ли все при переходе даты, например, там с какого-то года на какой-то год, и не встанет ли все мегаватты ПГУ в один день, значит, вы этого гарантировать не можете, потому что дезассимблировать и посмотреть, что там внутри, вы не можете. Значит, дальше, вся техническая элементная база турбин, соответственно, вся она практически, значит, находится, ну, не у нас, то есть нет у нас, все газовые турбины у нас сделаны либо американцами, либо немцами, вот, значит, лезть туда руками не можете, потому что у вас параметры по гарантии очень жестокие, ну и должен вам сказать, что на самом деле сама гарантия стоит довольно дорого, значит, с точки зрения текущих затрат, не знаю, там, насколько эти цифры анализируются вообще сообществом, но, допустим, у нас сегодня ставка за мощность, да, которая платится на рынке за мегаватт мощности составляет порядка 100 тысяч рублей, ну, 113 тысяч рублей, так, средняя, да, это за старую нашу мощность, за паровую, которую оплачивают, значит, ставка за содержание ПГУ по сервисным контрактам составляет примерно 300 тысяч рублей за мегаватт. То есть, в общем, это другие деньги, три раза больше. Соответственно, эти деньги выплачиваются не советским, не российским, не местным, короче, шеф-инженерам. То есть, это приезжает бригада, которая из Швеции откуда-то, значит, там, из Германии, которая приезжает, что-то делает, если у них, значит, праздники, то они уезжают на праздники. У нас масса интересных таких жизненных ситуаций, когда они перед Новым годом, ПГУ стоит, им пофиг, они с билеты купили, у нас в Сочельник, мы поехали, привет. Вот, значит, снимали с самолета два раза, было у нас там с ФСБ, там, и так далее. Очень интересно, очень истории. Но все равно им пофиг, то есть, им, то есть, это, ну, как бы, оборудование, они не считают, что, ну, что, ну, встало, встало, ну, что, у нас контракт, привет. Соответственно, значит, вообще, наверное, Росатом – это единственная сегодня, как бы, отраслевая, что ли, структура, которая более-менее сохранила местную локализацию. Во всех остальных, и в сетях, ну, я не знаю, Илья у меня поправит, и в сетях, и в тепловой генерации местная локализация полностью потеряна. Цикл разорван. Ну, что такое цикл? Ну, это, я понимаю, так, это от проектирования, от рисования до бумажки, от проектирования сети, генерации, значит, оборудования, до комплектации оборудования, строительства, значит, в общем, весь этот цикл в отрасли практически разорван, потерян, и нету сейчас на территории России, и мы не можем произвести, значит, уже не паровую турбину современную и так далее. Ну, вот, и последняя проблема ПГУ, на которой, значит, тоже похихикивают разные, значит, люди, которые ёрничают в интернете, что, на самом деле, построив ПГУ, мы вышли на те параметры тепловой экономичности, которые имели 30 лет назад на турбинах типа Р, значит, на постоянной тепловой нагрузке. Ну, это, значит, хорошо известная история, то есть, вы на Р-ке получаете те же самые 185 грамм и 160, там, килограмм по теплу, это то же самое, чем сейчас мы гордимся, значит, и бьём себя в грудь, мы же получаем на ПГУ, построив, значит, сложный цикл, сложную систему автоматики и совершенно несопоставимый капекс, потому что капекс отличается, ну, грубо говоря, там в два раза, даже больше. Следующее, значит, что произошло ещё, значит, в отрасли другая структура, как говорят сейчас НВВ, да, значит, такой тоже устаревающий уже термин, значит, выручки, в отрасли другая структура выручки, то есть, значит, конечный тариф, если средний мы взвесим, он, наверное, составит сегодня 2,2 копейки, да, 2,5 рубля, 2,5 рубля, возьмём 2,5 рубля, дальше, значит, 2,5 рубля делится ровно пополам, значит, рубль 25 приходится на сеть, значит, рубль 25 приходится на генерацию, вот, то есть 50-процентное соотношение в тарифе сети, ну, это такое интересное соотношение, оно обусловлено большими инвестициями, которые сеть в себя делает, вот, за счёт государственных, такой, тарифов, там, и программы развития, ну, в общем, мало мест, где такое же соотношение, то есть, обычно соотношение с сетью, там, 20-80, 30-70, ну, генерация сети, мы имеем соотношение 50 на 50, вот, дальше заглядывайте в доклад министра, значит, который был 6-го ноября, и выясняете, что, оказывается, у вас мощность сетевая, там, построено, примерно, в 10 раз больше её за последние, там, годы, чем генерирующая, нахрена строить сеть, если у вас потребление то же самое, генерацию в 10 раз меньше всё равно строить, не, может быть, и надо, я не знаю, нахрена только, непонятно, там, в 10 раз цифра отличается, там, что-то 116, они гордятся 116 гигаваттами, а мы гордимся, там, 16, типа. Значит, это, я к чему говорю, что, значит, мне кажется, основная характеристика ситуации, что, значит, государство, как бы, оно до сих пор всё-таки осталось, мечта либералов некоторых, уже которых с нами нет даже, сбылась, как говорили раньше, государство ночной сторож, значит, государство ночной сторож, ну, нет, в смысле, что некоторые из них ушли из жизни, идеологи, да, реформ, некоторые уехали из страны, вот у них сейчас другие проблемы виноградников, там, Франции, значит, государство, как бы, пока не вернулось на те позиции мозгового центра, который был, ну, скажем, там, в Брежневские времена, как это ни странно звучит из моих уст, и, конечно, есть масса программ, которые реализуют холдинги крупные, да, крупные компании, в том числе с госучастием, и эти программы, ну, на мой взгляд, я не знаю, могу привести пример, они очень сильно рассинхронизированы, то есть политика, как бы, реализуется своим холдингом каждой из своих соображений, вот, но эта штука, в общем, не очень сходится на уровне где-то в голове, и что на самом деле происходит, не очень все понимают, то есть хорошие программы делают сети, строят мощность, хорошие программы делают Росатом, хорошие программы делают Росгидро, хорошие программы строят ПГУ, вот, куда это все ведет, мне очень понятно. И последнее, что, конечно, сейчас, ну, очень сильно обострилась, как бы, дискуссия, не с точки зрения, что ли, готовности сторон выслушивать взаимные аргументы, а с точки зрения взаимных обвинений, наездов, значит, использования любых мер для отстаивания уже завоеванных позиций. То есть, как либеральный лагерь, в общем, понятно, ведет себя агрессивно по отношению к любой дискуссии, которая возникает по поводу итогов реформы, так и нелиберальный лагерь ведет себя тоже агрессивно. Значит, ну, в процессе вот моей работы, там, я сталкивался с командами, как бы, и с той, и с другой стороны, да, и каждый раз я наблюдал примерно одно, то есть, они говорят о разном, о разных способах, о разных средствах, целях, результатах и методах, но каждый раз делают это, ну, как бы, без возможности поддержания другой стороны и коммуникации с другой стороной. Поэтому, чем вот уникальное это сегодняшнее наше мероприятие с вами, что здесь можно попробовать, по крайней мере, сделать эту попытку, да, сохранить ее оба фокуса и дать им возможность, как бы, каждому из них прорастать и дискутировать между собой, да, получая для обоих, обеих сторон соответствующие содержательные результаты, да, и рефлексивные. Вот, потому что в реальной жизни, к сожалению, это не происходит, там сразу просто голову тебя отрубают и все, до свидания. Вот, или денег лишают, или что-нибудь еще. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста, Александр Игоревич. Пожалуйста. Радун Игорь, группа государства. Вот у меня вот такой вопрос к вам. В апреле на Международном энергофоруме в Москве, ваш, может быть, не совсем этичный у кого вопрос, но тем не менее попрошу ответить. Ваш непосредственный руководитель, Ванзихер Борис Феликсевич, да, в дискуссии по теплоснабжению он сказал о том, что наша проблема заключается в том, что государство до сих пор не представляет себе тепло, как товар обычный рыночный. Когда за него не платят, его необходимо лишать возможность потребителя его потреблять, прерывать его потребление, вот тепло, как с электрической энергией. Нужно, мол, это узаконить, и тогда у нас будут многие проблемы сняты, в том числе в части неплатежей и дисциплины платежной. И вот на этой трибуне панели сидел вот Ванзихер, который это произнес по поводу тепла, в северной стране нашей российской, да, где такие температуры, такой режим, сидел представители государства Липатов и Межевич, и абсолютно промолчали, и весь зал промолчал на эту его реплику. Вот мне хотелось бы, чтобы вы прокомментировали как-то эту ситуацию. А вопрос-то в чем? А вопрос в поводу тепла, чтобы превратить его в рыночный товар, если за него… Может ли, должно ли тепло рыночным… Нужно ли за это тепло платить, что ли, Алексей? Нет, платить нужно, но если кто-то не платит, то необходимо как вот с электрической энергией, да, взять и отключить. Но мы электрическую энергию не отключаем. Нет, ну понятно, там сложности есть. Мы только что об этом говорили. А вот, мол, наша проблема в том, что государство не дает нам рычагов возможности вот четко, жестко отключать потребителя от тепловой энергии в период неплатежей его больших. Вот он так сказал дословно почти что. Я бы к этому все-таки не могу сейчас воспроизводить, что там было, но я бы к этому относился все-таки как к каким-то этапам дискуссии о том, что нужно сделать в теплоснабжении. Вот, потому что моя личная позиция, я считаю, что отключениями ничего не достичь. Более того, технологически это нереализуемо. Ну, практически с точки зрения там домового потребления это, ну, невозможно сделать. Без системы ИТП, например, невозможно. Да и системы ИТП, там сейчас обсуждаются какие-то там мифы про горизонтальную разводку и прочую фигню. То есть это нереально. То есть это, скорее, так сказать, вброс, направленный на то, чтобы получить обратную реакцию, значит, как к этому в принципе народ относится. А что касается неплатежей, ну, смотрите, значит, как бы все виноваты, понимаете, вот все стороны виноваты. Занимаясь этой проблемой, я вот там занимаюсь там и называясь там директором по маркетингу и прочее, я понимаю, что все в этом виноваты, потому что и та, и другая сторона, и сбытовики мелкие, которые занимаются с бытом там, они, например, не могут себе покрыть издержки, понятно, ну, куда им идти, они идут, деньги тырят у нас. Значит, население порой не знает, за что платит, да, там, не разбирается с этими сквитанциями. Ну, то есть колоссальный уровень безграмотности существует и какой-то безхозяйственности, вот как бы отношение к этому как к какому-то вот непонятному, действительно, как-никак к товару. Конечно, это сегодня как товар не позиционировано ни со стороны тех, кто потребляет, ни со стороны тех, кто продает, к сожалению, да, надо вот еще какие-то шаги пройти, вот, отключение, мне всегда казалось, что это какая-то, ну, какая-то глупая такая, я всегда вспоминаю у меня пример в доме из другой оперы, значит, я жил в девятиэтажном доме в Свердловске в свое время, вот, и у нас там был мусоропровод, это была такая отличная штука, что, значит, выходишь, бросаешь мусоропровод, ну, и там что-то случилось между третьим и вторым этажом, однажды он засорился, кто-то бросил стул туда или что-то в этом роде, вот, значит, бросил стул, значит, он там застрял между вторым и третьим этажом, а люди продолжали бросать мусор с девятого этажа в надежде, что мусор продавит эту штуку, значит, и это все высыпется, значит, он действительно, он собрался там сколько этажей, потом он продавил, так, упал вниз, так, значит, высыпался, вот, но самое интересное, что сделало домоуправление, оно заварило мусоропроводы вместе с мусором, вот, значит, потом, значит, прошло какое-то время, как в том анекдоте, знаете, про стюардессу, значит, через три месяца они разварили мусоропроводы, потому что вонь была такая, что невозможно положить в доме, ну, поэтому, в общем, тут, как бы, от степени рефлексии тех, кто продает и покупает, очень сильно зависит. А вреде простых решений. Да, вреде простых решений. Да заварить мусоропровод, что там подумаешь, а запах-то все равно поступает. Нет простых решений, к сожалению. Или к счастью. Можно еще один вопрос, уже как бы в режиме ликбеза, извините, по поводу доклада Новака, возможно, вы присутствовали на его докладе? Нет. Нет, но вот, возможно, прокомментируете его фразу в докладе о том, что высокотехнологичные заводы по производству энергооборудования совместно с российскими партнерами открыли в России немецкая «Сименс», французская «Альстома», американская «Дженерал Электрикс» и корейская «Хендай». Вот можно привести примеры, реально ли это соответствует действительности? На «Альстома» у нас работает. Ну, погодите, но есть, заводы же есть, то есть, есть силовые машины вместе с заводом, да, «Сименс» силовые машины. То есть, ну, завод, не вопрос, завод открыт, то есть, он работает. Правда, значит, турбины мы заказывали, по-моему, в Швеции, в «Сименсовском отделении». Вот, они в этом, не на силовых машинах, потому что, говорят, что, если на силовых машинах заказать что-нибудь, то будет, ну, очень сильный, надо будет, чтобы выбить потом из них это дело. Ну, в общем, есть нюансы. Да, открываются заводы, просто это находится все в какой-то, как бы, начальной стадии. Будем верить, что через некоторое время это разовьется. У вас что-то прекрасное? Пожалуйста, вопрос. Микрофон. Кривопальцев Владимир Ильич. Могу я в интересах своей группы резюмировать то, что я понял из вашего доклада? А какой группы? Группы, связанные с проектированием субъекта развития. Десятая группа. Сейчас я перефразирую, правильно ли я понимаю, что ваша позиция примерно такая. Сейчас в проектировании и реализации проектов в энергетике преобладают несистемные решения. Когда мы закупаем чужое оборудование, не считаясь ни с проблемами национальной безопасности, да, когда мы чужие турбины, в которые мы не можем залезть. Это я не говорил, но несистемные решения, как правило, решения несистемные. Да, наверное, можно так говорить. И доля, грубо говоря, несистемных решений в нашей энергетике растет по сравнению с советскими временами. Или нет? Или это я как бы пытаюсь на вас навязать свое представление? Как-то немножко, да. Ну, потому что, видите, я в советской энергетике не работал. Я был там молодым специалистом, значит, лопухом, который, значит, сидел там и непонятно. А сейчас я вот в кухне какой-то варюсь и вижу, что эти решения не системные. Как это было там, не знаю. Наверное, может, было лучше, может, хуже, не знаю. Я знаю, что был такой случай, он совершенно был уникальный, когда построили подстанцию в Тюмени, где-то там, приехали на открытие подстанции, а завода нету рядом. Тайга еще раз все-таки набывали несинхронные решения такие. Но вот это была экзотика. А, скажем, сегодня мы видим, вот Александр Ильич об этом говорил, скажем, мы пытаемся выстроить программу развития энергетики Свойской области, складывая ее как пазл. Вот эти хотят это, эти хотят это, и смотрим. Росатом строит на Белаярке блок БН-800, 880 мегаватт, плюс 600 уже есть, потом 1200, и потом, возможно, еще 1200. Смотрим, складываем это все. А рядом ЕНЛ ОГК-5 пытается модернизировать там блоки 300 мегаватт и 500 мегаватт, у меня сейчас 3800, а будет это тоже за 4. Складываем, получается, больше 7000 мегаватт в одной точке. Практически они рядом. А при том, что у нас сегодня пик потребления зимой около 7000 мегаватт, это несколько дней самых холодных. Летом 5000 мегаватт. Стоит на самом деле в области 10 тысяч мегаватт. Соседи все строят. Абрамов в прошлом году об этом говорил, все строят свою генерацию. Непонятно, кому эти избытки. Мы строим тоже. Не только эти станции. И получается, да, а потребление, как сегодня Илья сказал, прогнозы роста потребления, скорее всего, не подтвердятся. Они постоянно не подтверждаются. Рост не совсем такой, чуть-чуть меньше, а то и не рост. Ну и вот ближайший кризис показал, мы рухнули на 5%, на 11% за 1,9 год. За 5 миллиардов килочасов. А вот Степан Солженицын говорит, Украина в это время рухнула на 40%, оказывается. Там все почувствовали. А после этого по-другому начинают относиться к электропотреблению. И я вот согласен с Ильей, здесь электропотребление, прогнозы электропотребления у нас сильно не точны, как минимум. А они всегда, как правило, задавали тон, темп формирования планов роста мощностей. А сегодня общего плана, ну пока как бы такого связанного нет, мы вот пытаемся их увязать. Но мы знаем планы компании. Мы хотим это, мы хотим свое это. Друг к другу никто не заглядывает, да и не может заглянуть. И точки сборки пока еще, ну как бы слабо работают. Поэтому я-то вот здесь на примере области подтверждаю несинхронность. Есть другая несинхронность. Одна компания строит, скажем, Красно-Туринскую электростанцию, рядом там есть крупный потребитель. А другая компания потребитель, она как бы, так понимаю, в тихушку продумывает планы сворачивания производства. Вот разворачивание рядом со сворачиванием, это тоже проявление несинхронности. Но при этом это большие деньги тратятся. Ну и вообще процессы, которые имеют много слоев социальных, там всяких и так далее, они, ну и говорят, никак не просчитаны, никак и никем. Если говорить не только в области энергетики, вот на карте балансов, да, а в других смежных отраслях, вот тут-то тоже у нас пока нет внятной картины, что, что как бы будет с нами, кто считал, что будет с нами. Хотя просто, просто посчитать цифры. Пожалуйста. Извиниясь вот за реплику, как бы, ну, вот наблюдение такое насчет наше оборудование, экспортное оборудование, импортное оборудование, да. На самом деле ведь ничего же в этом страшного, на мой взгляд, нету. И это вообще мировая практика, если посмотреть, допустим, на Верхотургской АГС, там вообще американские стоят эти турбины, как бы, да, еще 49-го года. Значит, дальше, когда мы были в Германии, там у нас Виктор Яковлевич такой, он, значит, там упрек немцам, сказал, типа, да, что вы нас учите, как бы, да, вот мы, вы там ездите на Мерседесах, а мы на ГАЗ-66, значит, и чему вы нас будете учить? Ну, на что, значит, парировал, как бы, да, докладчик, он сказал, ну и что, говорит, я, говорит, учился у вас там в 76-м году, или там, я закончил Московский энергетический институт, я, говорит, чистокрувный немец, как бы, да, вот там учился, считаю, что у вас была тогда передовая энергетика. Ну, тоже. Да, вроде бы ничего нет, вроде бы ничего нет такого, чтобы там продавать. Ну, и дальше, смотрите, вот, допустим, в той же Германии, да, заехали на подстанцию какую-то, да, смотрят, там стоит трансформатор, написано, с горки не спускать. Мы такие, это что такое? Они говорят, это Запорожский трансформатор, мы недавно его сняли, ну, он не работал. То есть, как, кстати, вот это вот насчет того, что давайте преодолеем, значит, это зависимость, ну, вот, как бы, кстати, я не думаю, что это зло. Сегодня надо работать, это вот, оно шеет такое. Ты был в Германии, ты не задавал им вопрос, почему они, там, в самый тяжелый для них год, отказались продавать Siemens, Opel, самую пятую, там, по величине, там, по значимости, не задавал? Странно же, выгодно было, или закрывать мы взяли, не продавали. Я считаю, что страшно, значит, вот если бы мы имели с тобой здесь на территории какой-нибудь русский АЕГ, который, например, продавал бы 70% здесь и 30% мир, и покупали бы оттуда 30% у кого-нибудь, кто делает там 70%, то есть какая-то была бы вот такая паритетная история, то ничего бы страшного не было. Но когда ты все покупаешь, то через некоторое время ты оказываешься без мозгов. Ну, то есть, посмотри на автопром, значит, все, привет, и уже не догнать, никогда, все, привет, мы приехали, судостроение там же, примерно, находится. То есть, у нас вот единственное, кто более-менее сохранился, это вот Росатом. Была КВН-овская пародия, Путину задают вопрос, что хорошего принесет нам вступление в ВТО? У нас исчезнет АвтоВАЗ. Еще одна новость, не он один исчезнет. Еще вопросы есть? Коллеги, давайте поблагодарим наших трех экспертов. Саша, подожди, пожалуйста, пока. Большое вам спасибо за то, что вы нашли время и возможность посвятить вот этому проекту, которому вы в свое время отдали часть себя. Саша, было это очень давно, кажется, уже, да, или недавно, или давно. И вот я смотрю на это все, на всю эту историю, и сегодня у нас, можно сказать, юбилейная игра, 10 лет, ну не 10, даже больше лет, но вот 10 такой проект, площадка, где обсуждается проблема энергетики. А вот есть эксперты, которые приезжают, и они обсуждают эти проблемы в своих кругах, да, на каком-то более глубоком уровне. А есть еще площадки, например, типа Госдумы, где идут парламентские слушания. А при этом, вот Саша, например, там в кризисный год, он просто профинансировал часть нашего проекта, потому что мы не набирали его. Но и в этом году у нас нестыковки были, и это наш спонсор сидит вообще-то еще. Без него бы игра, может, не состоялась, и это. Очень сложно было в этом году готовить. А зачем это? Задаю вопрос. А зачем вот так приезжать в эту нашу Тмутеракань и участвовать в обсуждениях вот на этом уровне, обсуждениях судеб нашей развития, нашей энергетики? Имеет ли это смысл спустя 10 лет сравнить свое понимание, что вот давайте мы организуем какое-то такое событие свое по обсуждению проблем развития энергетики и сейчас? Есть ощущение, что это имеет смысл? Или сейчас это все больше и больше и высоты смотрится все более и более детским лепетом и ненужным мероприятием? Нет, ну, во-первых, поскольку, не знаю, мне тоже интересно, что скажет Борис с Ильей, но вот я когда участвую... А я бы хотел ко всем троим адресовать этот вопрос. Вот я когда участвую в всяких разных совещаниях, и там вижу презентации и доклады различных докладчиков, не те, которые там заранее подготовлены крупными коллективами людей, а которые возникают в ходе, ну, какого-то брейнсторминга там и так далее. Это, как правило, экспромты какие-то, когда, знаете, сейчас популярны всякие тимбилгинговые сессии, там все выступают, значит, с какими-то презентациями. Мне кажется, что качество презентации, ну, никогда там не лучше, а это взрослые дяденьки, значит, и так далее, да, взрослые отрасли, эксперты приезжают различные. Никогда не лучше, чем на таких наших играх, которые были здесь 10 лет. То есть, с точки зрения содержательного продвижения, ну, это примерно сопоставимые вещи. Вот. А ценность, мне кажется, в том, что хоть тогда, 10 лет назад это было там или больше, хоть сейчас, все равно такое интеллектуальное событие, на мой взгляд, все-таки было ответом на, как бы, на, 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 как бы, подъем, что ли, реакционных сил, значит, и, значит, когда вот реформа Чубайс реализовывалась, значит, всех, кто говорил против, просто выгоняли к чертовой матери с работы. Я прекрасно помню, как десятки профессионалов, да, энергетиков просто шли по миру, это все серьезно. У них были планы на жизнь, семьи, значит, они там говорили, ой, давайте там, например, там не отделять сбыты от сети элитрические. Вот. Они шли после этого по миру, потому что, значит, штаб реформы, значит, не допускал мнения при реализации реформы других. И смысл таких площадок, если, так сказать, кто-то берется их организовывать, поддерживать и сохранять, в том, как раз, чтобы здесь можно было открыто говорить, открыто говорить и удерживать разные позиции. В этом, ну, как бы, для меня колоссальная ценность этой истории, да. Пусть это будет, там, немножко по-детски, инфантильно, там, чего-то мы не добежим где-то, но содержание не очень важно. Важно, что здесь какая-то растяжка задается, и люди не убивают друг друга с топором, значит, за углом после этого, там, и не пишут друг друга в прокуратуру. Вот это важно. Значит, сегодня ситуация очень похожа на то, что было 10 лет назад, она, в общем, не менялась. То есть никто не хочет всерьез обсуждать действительно острые проблемы, потому что, как только вы начинаете обсуждать какую-нибудь острую проблему, вам сразу же запихивают в рот тряпочку и говорят, что, ребята, вы не выступаете, значит, вы эту лодку не раскачиваете вообще. Вы что тут взялись лодку раскачивать? Не понимаете, что ли, что происходит? Если вы где-то в другом месте, значит, будете говорить, то можете нарваться на такую аргументацию. Дальше появляются всякие наши, не наши. Это плохо, потому что силы одинаково реакционные. И вот в этом смысле проблема большая, что нету сейчас диалога между вот этими крыльями, что ли, орла, который куда-то там летит вперед. Вот в этом ценность площадки для меня. Ценность этого события для российской культуры, для российской энергетики вообще. А может и для мировой. Спасибо. Да, и я, поскольку для себя услышал, между либеральным лагерем и нелиберальным лагерем до сих пор нет коммуникации. Это вообще серьезное явление, если не сказать страшное, судьбоносное для страны. Мы вообще-то, вещи-то, принимаются решения судьбоносные для страны, а принимаются без диалога. Это тревожно, как минимум. Спасибо. Коллеги, расскажете вы по поводу того, что здесь происходит с вашим участием и благодаря вам. Илья, пожалуйста. Раз уж вы нас покидаете сегодня, так уж выскажетесь, забегая немножко вперед. Ну, надо сказать, что вообще, в принципе, у меня самого как бы, ну, мнение как бы достаточно неоднозначное вот к играм, как бы, да, в том числе я не отношусь как бы вот к, ну, как к играм вот здесь вот, и, да. В целом, ну, вот, само там, тому, что проводил, там, Пщедровицкий, как бы, да, вот эта сама система, да. Но при этом, значит, какое бы там ни было отношение, я все равно понимаю следующее, что это может быть единственное или очень редкое явление, когда, значит, происходит некоторая выработка технологий мышления, то есть, как образовывать, как бы, мысль. Вот, например, мне всегда легче, скажем, ни с кем не советоваться. Вот, представляете, вот я, как бы, живу, и чем дальше, я понимаю, мне отвратительные совещания, как бы, меня просто они, как бы, убивают на работе, как бы, я считаю, что это бесполезная абсолютно трата времени. Они нужны только для того, чтобы встретиться и навязать свою позицию, как бы, да, заставить кого-то что-то подписать под влиянием махинации, там, это самое, там, мотивации, ну, там разные всякие термины сейчас придуманы, да. На самом деле, меня не мешают ужасно, как бы, да, я считаю, что никакая мысль коллективная не вырабатывается. Мне легче, значит, самому что-то придумать, как бы, да, потом провести индивидуальная пара, тройку встреч, чтобы подтвердить, и там это что-то решить. Значит, тем не менее, да, вот здесь, значит, мы пытаемся, и это мне всегда было сложно, на самом деле, я реально говорю, что для меня это трудно, работать в команде, работать, находить общее мнение, общий язык, потому же, а на работе же приходится постоянно этим заниматься, да, нужно выработать коллективное решение, создать рабочую группу, там, это слова-то знакомые, как бы, да, и они как раз занимаются выработкой коллективной мысли. И, значит, на самом деле, у меня до сих пор, как бы, сомнения, может ли коллективный разум, значит, получить синергетический эффект, как бы, да, что, значит, что, собравшись с какой-то группой, можно ли сделать так, чтобы эффект суммарно трех человек дал больше, чем три, как бы, да. На самом деле, для меня это, как бы, ну, не очевидный факт. И вот, с другой стороны, меня интригует вот эта вот ситуация с теми инструментами. На самом деле, как бы, есть же такая, как бы, как сказать, технология, что ли, как это вам сказать. То есть, есть версия, да, что умственный труд, он такой же, как физический труд. Его можно проецировать, его можно организовывать, его можно делать определенными инструментами, определенными методами. Есть, по крайней мере, надо эти методы знать и пользоваться ими, так. Так же, как, там, грубо говоря, Тейлор, там, когда наблюдал за грузчиками, он, значит, придумывал, как надо правильно мешок на спину забрасывать, и когда ему говорили, что это ерунда, ну, что ты грузчиков будешь учить, как им там грузить, они, наверное, лучше знают, но тем не менее, когда он посмотрел, отдал несколько регминаций, они стали работать там в пять раз эффективнее. Здесь так же, как бы, да, если овладеть несколькими какими-то инструментами, которые еще для меня до конца непонятны, не изучены, хотя я думаю, что не только для меня, потому что, иначе это было бы все открыто и так далее. А вся эта фуфло на счет того, что там эффективные там командные тренинги и всякое прочее, лабу денег, как бы, да, которые там все пропагандируются за деньги, это тоже туфта, потому что на самом деле нет там ничего. Ну, по крайней мере, я, как сказать, нет инструмента того, которое дало бы мне ответ и дало бы мне инструкцию по применению, я мог бы здесь просто применять ее на работе. Так же говорю про свое там руководство, начальство и там с теми совещаниями, где я встречался. Здесь, как бы, вот мы пытаемся дойти в экспериментальном режиме, уже 10 лет занимаемся вот этой такой интересной работой, я бы сказал, да, экспериментальной и сложной. Поиск интеллектуальной технологии, получается. Ну, вообще выработка мысли, вот как сделать такое, как вот еще выработать, что-нибудь придумать новое, вот как, вот как это сделать. Да еще, ну, вот я подчеркиваю, для меня вот это, безусловно, является большой ценностью вот этой вот, ну, площадки. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, Илья. Борис, конечно. Ну, мне кажется, наверное, я начну с фразы, которая мне больше всего нравится. Сергеевич, поправьте меня, если я чуть-чуть перевру. Ну, чего нет в игре, того нет в жизни. Да, Петр Ильич так говорил, да? Примерно так. Да, чего нет в игре, того нет в жизни. Он говорил, чего нет в мысли, чего нет в жизни. Но если игра, это игра мыслей, то это совпадает. И вот это уникальная площадка, которая позволит, ну, как бы, позволяла нам всегда уметь выстраивать именно, как бы, продумывать, да, просчитывать именно системные решения. Да, и это очень важно, да, потому что занимая какую-то позицию, да, отстаивая какую-то позицию, вы именно вот в группах, там, которые вы расходитесь, да, здесь на общем пленуме можете именно обыграть те ситуации, которые в реальной жизни и произойдут. Да, потому что если вы заняли какую-то позицию, да, то и отстаиваете, и ее плюсы, и ее минусы, да, и это позволит вам проигрывать то, чего в жизни проиграть будет гораздо дороже. Да, потому что если мы сказали рынок, да, и действительно отстаиваем рынок, да, то давайте тогда забудем про, там, энергобезопасность, да, значит, почему турбины американские, а не российские. Ну, понятно, потому что если ты вынужден был играть по рыночным правилам, да, то завтра турбины будут американские. Я прекрасно помню, да, там, Сименс, там, и так далее. Я прекрасно помню этот диалог на совете рынка. Он был, вот, он был достаточно, вот, ну, просто острый, да, вот это была развилка, которой дальше некуда, значит, не помню кто, может быть, кстати, Кэсхолдинг, да, может быть, кто-то из наших генераторов, имел, скажем так, неосторожность поставить российскую турбину. Действительно неосторожность. После стольких лет, что было в стране, да, после того развала, ну, понимаете, завод, да, там, делал турбины всю жизнь, потом 15 лет у них не было заказов. Потом говорят, давайте делать российские турбины, давайте. Получается так себе, очень так себе. Турбину они поставили, там, выбили, как кто-то говорит, да, турбину поставили, ну, так себе она работает. Ну, энергопредприятию говорят, ну, как бы, вы же обязались, значит, работать, да, работайте. Не работайте, платите штраф, между прочим, там, превышающие, там, капвложение в эту турбину. Они говорят, ну, вот, как-то вот, мы вроде бы поддерживали российского производителя, а нам, значит, за то, что турбина не работает, штраф. Ну, дайте нам какое-то время, да, значит, им отработать технологию, нам, там, привыкнуть к этой турбине. Дайте какое-то время на то, чтобы. Нет, погодите, ну, у нас рынок. Почему вам вот за российские турбины, а вот соседи, которые купили американские, и все делают, ну, им никакого бонуса, нет, это не, ну, это действительно, это как-то вот не по рыночному. Но если мы сказали, мы про рынок, да, то давайте тогда забудем про, там, что-то другое. Что-то ты берешь, да, а что-то ты теряешь. И занимая какую-то позицию, вы здесь имеете возможность понять плюсы, минусы, значит, проработать какие-то организационные моменты, которые зачастую в энергетике иногда важнее технологических, да, вот пример был про палеты, да, значит, у Ли был такой маленький слайдик, палеты, да, а я, значит, для, значит, себя прорабатывал этот вопрос, значит, отличная технология, палеты, там, котел, значит, это вот такие вот маленькие, значит, деревянные штучки, значит, засыпаешь, замечательно. У немцев замечательно работает. Я посчитал экономически эффективно и замечательно работает. Маленькая такая деталь. У немцев, если ты спросишь, а как это работает, они говорят, ну, вот я купил котел и все. А если вы попробуете купить котел, то завтра вы будете каждую неделю, значит, на своем грузовичке, значит, где-то искать эти палеты, чтобы их засыпать. Да, у немцев ездит машина по улицам, вы даже не знаете, когда она ездит и так далее. У вас там на заднем дворе такая штучка, он подъезжает без вашего участия, туда ЖИК засыпает, значит, через три дня он еще раз ЖИК засыпает. Все, вы даже не знаете, где эта штучка, как это работает. Ну, вот это технологизировано. Вот, да, организационно-логистическая вещь, она тоже влияет. Системные решения, они захватывают всю область решений. Энергетика, она не вырывается из контекста нашей социальной жизни, не вырывается из контекста того, где мы живем. Нельзя сказать там, ну вот, рынок работает в Великобритании, да, там, цены снижались в Великобритании и у нас будут снижаться. Ну да, вот они снижали 10 лет в Великобритании, а сейчас они приходят к нам и говорят, постройте нам атомную станцию срочно, за любые деньги. Мы говорим, с чего такое счастье? Мы считали, вот, в наших картах, ну, Америка… А мы на вас молились, да? Да, в наших картах, Америка и UK, для нас коптивные рынки, закрытые, да, мы не можем строить там станции, мы так считали. Они говорят, постройте для нас станции, мы говорим, вы с чего это? А вы знаете, у нас в 2014 году резерв мощности 5% будет только, а в 2016 году резерв мощности будет отрицательный. Ну, потому что рынок, цены действительно снижались. Рынок съел резервы. Рынок съел резервы в той логике, что кто будет строить новые мощности, если рынок не дает необходимых средств на то, чтобы строить. По таким ценам, да, вот сейчас они законтрактовали первую французскую АЭС по 89,5 английских фунтов мегаватт-час. Это 5,5 рублей. Мы говорим, мы за такие деньги будем строить. Молодцы. Хороший был у вас рынок 10 лет. Теперь мы, значит, за счет того, что вы… Теперь мы построим. Молодцы. Системные решения. И это как раз вот это, организационный деятельный цикл, как раз вот это место, где вы можете проиграть то, что потом и будет в жизни. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Мы проработали 2 часа вместо часа, но это стоило того. Спасибо. Спасибо. Спасибо.